Всем привет, это подкаст UwebDesign. Сегодня 4 мая 2016 года, выпуск номер 81. Время половина 11 по Челябинску. Всем привет! Мы для вас несколько громких тем подготовили. Как правильно редизайнить Симпсонов? Каково это быть разработчиком за 40? Яндекс представляет новый шрифт. Свой. Погнали! Погнали! Ты вот, Никита, знаешь, какой вопрос? У нас долго не было больше недели. И мы не то, чтобы развлекались на майских праздниках, как могли подумать все наши слушатели и зрители, а мы пытались найти себе хороших работников. А понимаешь, я... Знаешь, почему так получилось? Потому что ты мне вот в прошлых подкастах все советовала зайти на genie.co, и я заинтересовался на самом деле, что за сервис. Захожу, а там, оказывается, можно не самому устраиваться к кому-то на работу анонимно, что самое главное, а можно и нанимать кого-то анонимно. То есть в чем плюс? Ты можешь быть каким-то таким маленьким локальным работодателем, так скажем, небольшой корпорацией, и чувак сидит, тухнет где-нибудь там в офисах, видит твой там интересный проект, о, заинтересовывается тобой анонимно, связывается с тобой, и ты ему самое главное заплатишь по факту найма. Понимаешь, в чем дело? А сколько, кстати, заплатишь? Это такой тревожный вопрос в это время суток. А сколько он попросит? Нет, я имею в виду... Хорошо, сколько джину уйдет? Ты же заплатишь, получается, на сколько-то процентов? 20% всего. Ну, я считаю, в мире краудфандинговых платформ, в мире сервисов по найму, это такая не самая большая комиссия, и все компенсируется удобством использования и, конечно же, анонимностью. Ну и, между прочим, вот на gini.co где-то в среднем 1800 баксов в месяц средняя зарплата кандидата, нанятого на Gini. Так что еще раз, gini.co, ссылка в описании, заходите и используйте. Анонимный поиск работы для программистов. Да. Ура. Переходим к нашим непосредственным темам. Это у нас посредственная тема была, теперь к непосредственным переходим. Так. И первое называется так. Дизайнеры, не делайте так, чтобы было легко все сломать. Не, на самом деле я просто перед тем, как мы все это начнем дизайн мочить. Ну-ка. У нас будет прям вкусная тема, вот прям именно delicious. Да у нас каждый подкаст есть delicious тема, ну а какую ты имеешь в виду? А там прям слюмки потекут, а вот ребята узнают, сейчас интрижка с их. А, ну, кстати, в рубрике дизайн, так что далеко-то не уходите. Я понял, догадался, о чем идет речь. Прям полный delicious. Так вот, дизайнер, обращается к нам автор. Автора зовут Дэвид Кед Кадави. Как кадавр. Так. Но он не, он живой, нормальный, не кадавр. Так вот, причем, кто же он? Он пишет на Medium. Автор Design for Hackers. Он не только на Medium пишет, он пишет в... Под Medium Interactive Mind. Так. Интерактивный мозг. Так вот, подзаголовочек у статьи, у которой заголовок дизайнера не делайте так, чтобы было легко сломать. Одна вещь, которую Medium делает лучше, чем у WordPress. Это, кстати, тоже, знаешь, подзаголовок громкий достаточно. Он прям прикольно написал. Так вот, и на самом деле, говорит, что бы вот самое вот такое важное, что дизайнер должен сам себя спросить, это какая одна вещь, какую одну вещь должен мой юзер сделать на этой странице и все дизайнить вокруг нее. То есть у нас главный посыл, это дизайнер-пользователь делает какое-то действие. И иногда, если вы отвечаете на этот вопрос слишком прямолинейно, можно что-нибудь даже и разрушить. Вот, говорит, например, WordPress. У нас есть экран классический, наш New Post, да? Add the New Post. Там, видите, заголовок, контент и так далее. И, говорит, казалось бы, очевидным, так скажем, действием, которое делает пользователь, публикует его, паблиш. И, говорит, вы можете видеть, типа, синяя кнопка паблиш, ну, или там, в зависимости от темы, которую вы выбрали, фиолетовенькую, красненькую. Ну, в общем-то, буковка, баттон, я хотел сказать, и мне бутонка. Бутонка? Кнопка выдается прям очень так сильно. И, говорит, казалось бы, да, но, говорит, все прикольно, пока вы случайно не нажмете паблиш. То есть, вроде бы, это то самое действие, которое юзер должен сделать, но не всегда очевидно, что нужно его сделать. Юзер хочет всего лишь сохранить черновик, так скажем, а у него уже, хоп, и все публикуется на фронт-энд. И можно, конечно, сразу распубликовать, так скажем, перевести обратно в черновик. Но, на самом деле, уже все улетело, пинганулось там в Яндекс, в Гугл. Особенно, если у вас какие-нибудь плагины стоят, которые дополнительно пинги отправляют. Все уже ушло в RSS-ку. RSS-ридеры уже по клику на ссылки будут уходить на 404 первые там 5 минут. Вот, вы еще сниппет не успели написать. Ну, короче, вы поймаете прям боль, которую вот лично я пару раз ловил. Да, то есть, это прям, это не надуманный кейс, это реально тема. При том, что кнопка-то конверсионная, хочется нажать. Естественно, то есть, они прям все сделали для того, чтобы хотелось опубликовать. Но иногда бывает так, что прям, оп, нажал, аааа, и вот, и все уже. И вот три точечки только вот, как здесь на медиуме. Так вот, говорит, это, в принципе, пока не поймал такой экспириенс, непонятно. Ну, как кажется, типа, смехотворно. Ну, что, нажал на кнопку, знаешь, сам тупой. И он еще, причем, говорит, если провести небольшой гугл-поиск, то видно, что не только я один, типа, попался. Ну, и он тут гуглит, сейчас подзагрузится. Accidentally published on WordPress. Ну, типа, случайно опубликовал в WordPress. И говорит, как и большинство вещей, которые обсуждают в интернете, к сожалению, есть идиоты, которые скажут, ну, это не проблема WordPress. Ты, чувак, сам лох, там, говно, там, и так далее. И типа, все. И вот здесь он скрин приводит из Stack Overflow WordPress. А, нет, из WordPress.org Support Forum. Ну, говорит, я не хочу, говорит, конечно, чтобы тебя это обидело, но это же не в WordPress'е дело. Он говорит, нет, говорит, это все-таки дело в WordPress'е. И мы, как юзер-дизайнеры, это понимаем. И это одна из самых, так скажем, важных вещей. Не делайте так, чтобы было легко сломать. Кстати, на Medium, чтобы ты понимал, можно же вот так вот выделить highlight какой-нибудь, там, Delusional Idiot. И здесь всплывет сразу дерьмо, там, затвитить эту картину, и так далее. Вот, вот эта строка, This is one of the most important jobs of a product designer. Don't make it too easy to mess up. Вот это вот самое топ-хайлайтнутое. И здесь некая Emily Campbell даже пишет, Вау, мне так понравилось. Как дизайнеры мы должны, наша работа сделать так, чтобы юзеры себя чувствовали прям так хорошо, как только они могли, даже в негативных ситуациях. Ну, вот это, говорит, самое важное в юзер-экспресс-дизайнере. Надо, короче, я понял, сделать 10 кнопок, одну, короче, типа паблиш, он нажимает паблиш, а потом, короче, новая кнопка. А точно паблиш? Нет, ты подожди. Да, здесь он, как бы, он, похоже, твои мысли прочитал. И не только он, потому что на Medium уже так сделано. На Medium, говорит, видно, во-первых, что я, когда жму паблиш, это не конечное действие, потому что, говорит, есть стрелочка вниз. И я не боюсь нажать на паблиш, что, типа, вообще опубликует и так далее. И там всплывает поп-ап, а вы готовы опубликовать? Напишите теги, и надо заново нажать кнопку паблиш. И тут уже точно нельзя тупануть, как бы, и опубликовать случайно. Ну, говорит, ну, говорит, вообще, говорит, одинаково легко сделать такое, ну, как бы, зафакапить с точки зрения дизайна такую хрень. Так же и сделать нормальным. То есть, ну, казалось бы, не сложно сделать дополнительный поп-ап или какое-нибудь там предупреждение. Можно даже без JavaScript это каким-нибудь образом сделать. То есть, ты переходит на... Не знаю, на самом деле, как без JavaScript это сделать. Напишите в комментариях. Мне вот так вот за 3 секунды ничего в голову не пришло. Наверняка можно. Поэтому, может быть, если... Не знаю, нет. Нет. Вообще, это все напоминает интерфейс Windows. Когда тебе сохранить, а вы уверены? А выйти? Вы уверены, чтобы сохранить? Бла-бла-бла. Не только Windows. Например, даже Steam. Первый раз, когда ты его хочешь выйти, вы точно хотите выйти из Steam? И там есть галочка. Все, никак больше меня не спрашивает. Да, я типа точно хочу. Ну, там в PHP Storm, например, если ты привязываешь какой-нибудь новый гид-репозиторий, он тебе говорит, так, чувак, ты вот в этот репозиторий новый файл добавляешься. Точно этого хочешь? Можно, опять же, как я, сказать, да, я точно этого хочу, все забей. И, ну, и с выходом та же самая история. То есть, не только в Windows, а в хороших системах. Не, я понимаю. Я просто, если уж сейчас сильно углубляться в эту тему, в Hearthstone есть такая тема. Допустим, у тебя есть карты в колоде, ну, в коллекции твоей карты. Ты ее распыляешь, он тебе спрашивает, а вы хотите точно распылить? А потом, когда ты распылил уже, ты можешь отменить распыление, чтобы без скидки распылять. То есть, там все хорошо. А нахрена распылять вообще? Ну, то есть, ты распылил, и у тебя появилась мана, ну, вот эта вот пыль, так скажем, чтобы сделать другую карту, которая тебе больше нравится. Понял, понял, понял. Мне недавно пришло, что я могу три колоды получить из этих. Из богов? Из богов. Я еще не заходил, не получал. Возможно, уже просрал. Нет, там это всегда. Ну, так круто. Минутка Warcraft'а и Ижи с ним. Так вот, говорит, здесь еще самое... Если, говорит, вы все еще не поняли, вот еще от Дагифочка, как пример того, когда дизайнер слишком легко сделал, чтобы можно было сломать. И там две кнопки в больнице, позвать медсестру и взорвать все атомной бомбой. Ну, они как бы похожи. Нерс и Нюк. Ну, это, собственно, вот те, которые здесь в самом верху, в топовом фичерд-имидже этого поста. Короче говоря, продумайте, чтобы не так-то просто было это все сломать. Ну, вот я в работе постоянно пытаюсь все возможные такие... Ну, не все, а все, какие мне в голову приходят варианты. Даже если сроки поджимает, и надо уже сегодня выкатить какой-то билд, я все равно обязательно пытаюсь минимальную отказоустойчивость проделать, чтобы вот нельзя было прям просто пять раз быстро нажать, все сломать нахрен, задублировать там пять рассылок каких-нибудь или еще чего-нибудь. То есть я прям, да. Отлично, мне понравилось. Не знаю, зачем вот эта реклама меня была в самом конце, но я просто к тому, что чувак прав. Вот только ради этого. Следующая тема, как правильно редизайнить Симпсонов. Одна из наших громких тем. Так, я вот причем, когда только уцепился, так скажем, за эту тему, я перезагружу, потому что здесь я в слайдере все 14 картиночек пролистал. Зрители, обратите внимание, я буду листать здесь. Черт дерьмо, он запоминает, докуда я долистал. Но слава богу, здесь можно с 14 нажать вправо, и он на первый пролистнет. Так вот, я когда это увидел, я подумал, это будет такая прикольная тема про, вообще, про юзер экспириенс, про то, как, а единожды придумав цвета, эти цвета могут ассоциироваться с брендом на протяжении 27 лет. На примере Симпсонов это все происходит, то есть вот Симпсоновский желтый всегда говорит, ну, сейчас забегая вперед скажу, что чуваки, когда придумывали этот цвет, они так и думали, что когда в любой момент чувак листает каналы, если вот этот желтый мелькнет, все, иначе Симпсоны идут, он сразу залипает, начинает смотреть. Желтый в джинсах? Ну, тут да, да. Пэнс, в штанах, там все время шутили, что он именно в штанах ходит, хотя, да, очевидно, конечно, что это джинсы, белая майка. А, на работе он еще в галстучке, в этой же рубашке, блин, круто. Люблю Симпсонов. Первые 24 сезона посмотрел, потом забил. Как-то совсем тухло стало, когда они над Apple начали шутить, но так, как-то убого, легко, как будто боялись задеть чувства. Ну, ладно. До Соус Парка не до тех. Не Соус Парк, глубже. То есть, это не просто тема о том, что Симпсоны крутые. Это тема о том, что реально была боль у каналов FXX. Это новый канал из семейства Fox. Ну, уже не новый, в 2014 году был новый. И они запускали этот канал, и в тот момент, когда они его запускали, они показывали там всех Симпсонов на тот момент, который вышел, там, первые 25-24 сезона. И им пришлось все заставочки, опенинги, рекламы, перерисовать как бы в новом стиле. И они думали, как же изящно перерисовать что-то. Шоу называлось Every Simpsons Ever. То есть, полностью все Симпсоны. Этот марафон длился несколько дней. Вот как канал запустили, так они подряд все эпизоды показывали. Так вот, и они вдруг для себя выяснили, что им приходится полностью в HD все перерисовать для того, чтобы как бы эти опенинги сделать. Ну, для нового телевидения, да. Да, я правда, напишите в комментариях, я так до конца и не разобрался, анонсов не нашел. Они сами эпизоды тоже в HD перерисовали или только вот эти опенинги? Потому что, на мой взгляд, только опенинги. Ну, мне кажется, все эпизоды было бы много работы. Ну, просто это да, это же там 600 с лишним эпизодов на тот момент было, и такое перерисовать, это упороться. Они бы до сих пор это делали, еще и не сделали. Поэтому да. Ну, может там все в векторе, короче, они просто увеличили и нормально. Вектор, ты помнишь первые сезоны? Там они прям страшные. У меня батя каждый раз, когда я смотрел Симпсонов, он мне говорил, что это вообще отвратительно, что они уроды. Как я могу про уродов смотреть вообще там? Ему именно не нравилось. Он прям шел, его против... Ставь лайк, если Симпсоны уроды говорят. Да. Так что, и здесь написано, что, ух ты, ёл-моё, имеется новая версия Max Fan Control. У меня здесь такая просто флэш-реклама получилась. А, кстати, много в комментариях спрашивают, какой программой ты мониторишь там вентиляторы? gini.co. Да. Так вот, программа Max Fan Control называется погуглитель gini.co анонимный поиск работы. Так вот, желтый цвет, которым Симпсоны сделали, это Pantone 116, чтобы вы понимали. И я тебя, Никита, даже попрошу нажать на ссылку, которая в скобках Here's the full Pantone palette from Marge's hair to Barth's shorts. Я перешел. И там пример сайтов, которые я люблю. Да, это в стиле... Да. Мы как бы... Нам часто говорят, чё вы про Craig's List плохо говорите? А мы про него круто говорим. Вот в стиле Craig's List. Последний раз апдейт 23 августа 98-го года. Мне больше всего нравится Header, в котором есть как бы такая картиночка, в которой есть такой блик в фотошопе, который делается. Мне этот блик напоминает заставку из начала каких-нибудь вторых, третьих героев Might and Magic, где была компания U-World Computing, и там меч пронзал землю, и на нем блик такой же. Да-да-да-да-да-да. Так вот, здесь есть понтоновские цвета и RGB номера всех кожи. Homer's Pants, Homer's Shoes. То есть, есть, по сути, стайл гайд Симпсонов? Да, причем, он последний раз апдейтился, повторюсь, в 98-м году. И причем, это на сайте. Я думаю, сам стайл гайд апдейтился еще раньше. То есть, это прикольно. Тут даже... То есть, при желании, я могу сайт замутить в желтых тонах, вот в этих во всех. И все вот такие, блин, ни хрена, сайт про Симпсонов. А это сайт гильды какой-нибудь в Вовке. Опять же. И все. The Simpsons Archive называется. Нет, а стой. Сам Гомер, он чем торговал в сериале? В смысле торговал? Он был этим... Блин, нахрен. Инженером по технике безопасности на атомной электростанции. А, то есть, можно сделать сайт для... Можно, согласен. Это же... Это неплохой маркетинг, на самом деле. Я не знаю, засудив... А как они тебя засудили? Понтоновские цвета пошли в жопу. То есть, их никто не патентовал. Здесь есть... Причем, заметь, вот здесь ролик с Vimeo, если вернуться в сферу, написано 25 секунд. Но если ты наведешь на тайм-ленту, то он минуту 0,5 идет. Да. Я не знаю, баг это или фича, они заставляют нас посмотреть. Но можете посмотреть, там все эти опенинги, новых Симпсонов в одну, так скажем, в один ролик смонтированы. И, ну, тут прикольно. То есть, здесь они показали, что Симпсоны, это не только цвета, но и паттерны. То есть, здесь паттерн волосиков, там, марджевых, барта, зубов и так далее. Он... Оно там все перекручивается. Наши зрители видят это сейчас на своих экранах. Здесь гифки я смотрю. Ну, а слушатели, просто представьте себе волосы, пончики, вот эти все характерные там глаза с четырьмя ресничками. То есть, прям, ну, я прям сразу вспоминаю Симпсонов. И вообще, пишите в комментариях, вы посмотрели все сезоны или нет. Да, кстати, все 27, да? стоп. Да, сейчас 27, 28 будет выходить после лета, я так понимаю. Так, что здесь даже еще прям, если вернуться в хедер, в слайд-шоу, третий, например, слайд, там Милхаус и его родители. Кирк, отца зовут, мать, не помню, как зовут. Ну, неважно, Ван Хюттен у них фамилия, кажется. И тут прям, они перетекают друг из друга. Мы недавно в паблике выкладывали фотошопный гайд, как сделать, точнее там не гайд, а просто экшен фотошопный, как такое же растекание пикселей сделать с вашими изображениями. короче говоря, очень прикольная штука, чуваки по, прям постарались. И здесь на самом деле написано, что они настолько перелистывали, что даже если какая-то отдаленная тень голубого была всего лишь на 5% отличалась, все равно заново приходилось там перерисовывать и так далее. Круто. Поэтому, да, пишите в комментариях, как оно вам. И я напоминаю, что писать в комментариях можно же сразу. Нам писали, что опять же в комментариях, простите за тавтологию, что забывается иногда, что надо написать. А вы ставьте видос на паузу, идите в комментариях, пишите. Не, вы с авторучкой сидите, записывайте сначала, все вопросы. тайм-коды писать, где вы хотите что написать. В принципе, такой конспект подкаста. Я считаю, нужно такую практику практиковать. Простите опять же за тавтологию. Следующая тема называется лента времени. Так сказать. Инфографика, которая нам рассказывает о вещах, которые, знаешь, вот эту поговорку все когда-то бывает в первый раз. Знаю. ее обычно, когда там, знаешь, первый раз машина сбила, вот в такие моменты говорят, вот добренькие. Так вот, здесь все бывает в первый раз, и здесь инфографика тех вещей, которые в интернете бывали первый раз. Я опять же забегу вперед, скажу, когда ты мне называл вещи, которые в каких годах совершались, я офигевал на самом деле, потому что мне казалось, что они там были или раньше, или позже. В общем, очень интересная на самом деле инфографика, поэтому давай рассказывай. Да, она еще в таком псевдопиксельном дизайне выполнена. Ну да. Хотя, ну, псевдо, здесь некоторые, так скажем, иконочки. 71 год. First email. Первая интернет-почта. И я вот не готов ответить сейчас за историю интернета и так далее. Возможно, почта появилась раньше, чем сайты. Возможно. Просто потому, что в 85-м зарегистрирован первый домен. Ну ладно, не будем забегать вперед. Чуть-чуть скажем про каждый из пунктов. Так вот, 71 год, первый email Рейна Томлинсона. Причем он сам себе отправил. Просто, чтобы протестить. Тестил. Да, и сабжик такой, Томлинсон can't remember precisely, but it was supposed to be something similar to qwerty uiop. Ну понятно, но он набрал верхнюю строку. Да, да. В общем, first virus, первый вирус, появился тогда же. Так это Рой Томлинсон должен был сам себе отправить вирус, как вы, по почте, и открыть экзешник. Да уж, причем, самое главное, что вирус назывался Creeper Virus. Так. И вирус Боб Томас его сделал, не Рэй Томлинсон. Так вот, и вирус показывал просто the message I'm the creeper, catch me if you can. 71 год. Да, на всех зараженных компьютерах он это показывал, и самое главное, что программа, которая его выбили, называлась Reaper, жнец. А Creeper, я даже не знаю, как перевести, тварь. Ну да, тварь. то есть, да. Так вот, 78-й, первый, первый спам e-mail. Как-то немного времени прошло, да, со временем, точнее, много, со времени первой почты, 7 лет. Неужели никто за 7 лет не пробовал Viagra продать по почте, как это сейчас делают? Видимо, аудитории не было. Согласен, может быть, тогда еще проблем ни у кого таких не было. У Роя Томлинсона не было проблем. Скорее всего. Так вот, Digital Equipment Corporation, первый спам e-mail. 3 мая, между прочим, вчера годовщина была. Да. Это даже как-то... Даже как-то круто. Даже, да, можно праздновать. Сегодня, кстати, May the Fourth. Да. Чтобы ты понимал. Хотя ты мне, собственно, утром об этом и напомнил, так бы я хрен вспомнил. Ну, потом бы уже вспомнил в твиттере, потому что там все аааааа. Ну, да, пишите в комментариях, если вы празднуете 4 мая, пересматриваете на Блюрей все Звездные войны. Пишите в комментариях, если вы сейчас рукой подняли какой-нибудь предмет и перенесли спокойно, без правды. если вы рукой машете словно джедой какой-нибудь. Так вот, 85-й год, первый домен зарегистрирован. Чтобы ты понимал, домен Symbolics.com 15 марта. Годовщина не недавно была. Вот тогда надо было забивать какой-нибудь windows microsoft.com apple.com вот ну apple хотя бы можно это как бы яблоко microsoft даже еще слова такого не было так вот в 2016 уже 275 миллионов доменов зарегистрированы прикольно да кстати в 2009 возвращаясь к имейлом когда украли 10 тысяч майкрософтовских паролей имейлом самый популярный пароль был 123456 классика нормальная тема так вот и первая поисковая система эрки арки как и кайф только без буквы и прикольно типа архиварий архивариус не знаю ну вы поняли это уменьшительно ласкать и ласкательный от архив я так понимаю не как это гуглу к будущему не относится кого алан м тэйдж некий возможно ларри пейдж и сергей брин тогда еще под стол пешком ходить на еще в школе учились первый веб-сайт он the world wide web 91 год смайком и старше 100 во первого сайта ну как тело да тут 6 августа то есть мы там не старше но это да про а дронный коллайдер точнее не про а дрон николаев а просерн прикольно да в швейцарии и они тогда раньше думали что world wide web будет w3 но ведь так и не прижилось w3 но сейчас прижилось как консорциум в 3.org в 3c и так далее первое изображение когда-либо в загруженная все 92 год изображение было про размер штампа или марки но это между грузилась минуту все тем тимбер нас ли это как бы сам чувак который по world wide web ты придумал но фамилия звучная согласен он первый попробовал то есть он всех раз так а дайте я первой дате я запрошу бабки платье уйти коза пощуда но тут вещь не котиков а штамп но да так вот первый ауэл сообщение сиськи надо было постить согласен ну он может быть это второе чем вы просто так вот первое ауэл сообщение было от тэда леонсиса своей жене не пугайся это я люблю тебя и скучаю прикинь как она испугалась а да я вижу потому что она ему такие вау this is so cool испугалась вообще так вот причем заметь здесь на инфографике у них факап случился они к но ну как бы к маилстоуну профил сест веб-сайт написали что the same website refers to the world wide web с w3 и здесь про ауэл instant message та же самая пометочка да сожалению мы не узнаем никогда какую они хотели сделать пометку именно к ауэл instant message вообще ездить ауэлом сейчас кто-нибудь пользуется или нет это до жабера даже была тема но это только какие-нибудь опять же как же называлась та хрень в которой сидят типа чатиков старых помнишь мы с тобой обсуждали до мирки даже было дерьмо я не помню уже как он называется напишите камеру еще типа котика название к это просто там блин я даже сейчас не знаю как это загуглить то есть это сложно будет подожди ну-ка система до мир просто вот так вот на удачу не ну там было где чувак главный гей у него он в честь собаки назвал вот возможно я это имею по мне котик вот видимо да я здесь смотрю на лурки про ирк но здесь нету черт как же это дерьмо-то называлась а вы когда напишите в комментариях мы уже скорее всего найдем конечно но да следующий пункт я пока ты смотришь скажу в 94 появился первый блок и первая онлайн транзакция 1 онлайн транзакция была за что же это было тэн самонер стейлс альбом стинга его моё фидо фидоши да точно фида ну вот вот фидошники ауэлом еще пользуется иногда фидонет так вот ты слышишь до 1 интернет транзакция это был альбом стинга тэн самонер стейлс надо покупать сразу идти скорее всего 1248 плюс шиппинг никто и не видит пока что мы сидим оба в футболках стинга на самом деле согласен да потом когда будет трансляция мы заново их наденем да так вот first blog это ввв links . нет урвал домен джастин холл какой-то написал он просто написал о том как он как он сыграл нет personal music про то как он музицирует отлично и гайд к топовым веб-сайтом он писал туда топовых веб-сайтов было два а всего сайтов 10 поэтому топовый он свой назвал скорее всего так вот на самом деле холла new york times называет отцом основательным личного блогинга то есть в принципе крутой чувак первая баннерная реклама тоже в девяносто четвертом году она рекламирует ход wire . ком практически hot and sexy . вот дать но это идите чтобы вы понимали ну да это у них что то сейчас и провода . в 2015 170 170 миллиардов тратится на баннерную рекламу охренеть на первая покупка на амазоне точнее продажи я не знаю здесь знаешь как в этом что было первое курица или яйца покупка или продажа да так вот 3 апреля это было и дуглас хофстедр практически леонард хофстедр да а это причем книга дугласа хофстедра fluid concepts and creative analogies computer models on the fundamental mechanics of thought а купила некий джон уэйн райт прикольно прикольно и между прочим в честь уэйн райта amazon даже здание назвали одно из своих честь своего первого покупателя и фигасе вообще крутые чуваки прям вот молодцы первая выделенная социальная сеть classmate с . ком одноклассники я-то думал они сами у нас придумали оказалось что нет на данный момент в фейсбуке 1 и пятьдесят девять миллиардов активных пользователей всего лишь так чуть-чуть ebay первая продажа тоже в девяносто пятом году купили сломанную лазерную указку за 1483 скорее всего пьер о медиар продал ее а кому продали не указывается здесь написано что скорее всего чувак просто собирал сломанный лазерный указ первое мобильное устройство здесь сейчас интересно у нас будет еще об этом тема сегодня я правда не помню какая-то но где-то будет так вот первое мобильное устройство с браузером это nokia 9000 кому не кейтер 96 год охренеть да даже не 3010 еще еще не было 30 как не было мне что было ну как ты представляешь 3010 без интернет уже с интернета ну хотя да я вернули тысяч девять тысяч 800 баксов между прочим стоил дороже чем айфон ну как айфон на 64 гига сейчас первое сообщение по skype 2003 км по эстонски извините но эстонцы видимо придумали skype а да ну я помню какую-то такую я думаю чон медленно ну ладно просто чем говно да да извините все кто нас слушает из эстонии вы нормальные пацаны это только skype плохой первый профиль на фейсбуке 2004 нэйм марк цукерберг да ладно а мы-то и не знали мы-то никита и не знали я даже так скажу 1 youtube видео 2005 ми и дзу я в зоопарке джод карим да на данный момент музыкальный хит псая гэнг нам стайл лидирует по количеству просмотров два с половиной миллиарда надо чтобы наш вот этот подкаст примерно так же сравнялся с хотя бы хотя бы с джодом каримом ми и дзу что вот хотя бы с ним первый пост на рэддите тоже 2005 про вязание узлов ноги к носим или что это прикольно то есть а это юзер к нофе link to the downing street мимо про мема уже сразу будет понять как надо как 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 сейчас есть так и есть first yahoo answers question 2005 ответы yahoo как mail.ru практически это не реклама 2006 первый твит это не запрещенный организм и mail.ru первый твит от юзера джек это от их главного си и ау сейчас с этим обмой twitter так всего лишь располагаясь со своим титр 2006 21 марта но это не так тестили на самом деле я бы вот такое праздновал я прям искренне люблю twitter пока они еще не скатились хотя уже скатывается но я пока я их прям в принципе сильно люблю через три года мы где-то зарегались до года 2009 я ты по моему или в сентябре или ноябре позже дома ты позже просто самое смешно что ты мне про него сказал но я успел зарегаться раньше забавно я правда в теории большого взрыва про него услышал когда-то во втором или в третьем сезоне какой тогда выходил мы еще тогда смотрел я мы first instagram image 16 июля 2010 не так давно этот разряд начался начался да согласен 2010 как все прям на наших глазах вот это от губки как там это дак фейсинга ой ну короче говоря вот такая вот тема занятная люблю такие дальше информативные темы где мы просто все зачитываем полностью потому что это прикольно так не то смотрю смотрю сколько мы уже записываем и случайно на время жму вместо смысле просто на системное время ладно следующая тема экраны будущего в основном а голубые это политкорректная тема ну синий я могу сказать достаточно политкорректная тем блок называется 99 percent visible invisible 99 процентов невидимы да так вот мы ведь видели будущее и в будущее основном синие ладно скажем по-другому во всех фантастических сериалах и фильмов все синие почему-то ну как подожди люк скайуокер экраны смысле синие да ну вспомни там где он целился в истребитель этого ну как имперский и у него там радар и ему на чтобы он был по центре по этот корабль вот пока он не был по центре к он был голубым как стал по центре ком был красный между прочим в матриц это все зеленая на но это исключение из правил это как бы здесь отсчет идет 68 года все-таки по что касается фантастического кино почему ты думаешь голубой или синий на это есть от ну как бы по мнению авторов хороший ответ мне интересны твои догадки ну слушай мы всегда думали что синий этот цвет который тебя сосредоточивает вот на экране это в принципе прикольно читать на синим ты как бы сосредоточена читаешь текст который нужно смотришь картинки я даже не сосредоточен или сосредоточивает или сосредотачивает вот но неважно да согласен я тоже так подумал когда первый раз читал оказывается оказывается они решили в принципе синий это самый редкий в природе цвет знаешь почему потому что хоть небо и вода типа синие на самом деле не не синий ну да по сути и по сути ничего синего в природе и нет особо кроме каких-нибудь бабочек экзотических там или рыбок морской алмазов каких-нибудь но алмазы тоже белый ты понял каких-нибудь лозуи я не знаю ваших играх я понимаю да они синие ну да топ сапфиры вот ну вот короче синего мало и поэтому все типа нечеловеческое все внеземное но типа синие вот так вот по мнению авторов статьи ну круто да я согласен причем я вот трон 20 сразу вспоминаю о я помню даже все синие прям вообще досюда и я самое главное я когда готовился к этой теме я придумал тебе сказать и говорю я тебе хотел прям заранее сказать но хочу чтобы ты вау эффект испытал прям сейчас в прямом эфире точнее в записи но все равно запишется как так вот в аватаре тоже не синий блин да кстати то есть именно выбрали максимально далекий от нас цвет потому что были бы они бурые ну чё бурые у нас как орки ну как орки в дреноре да не испившиеся на рове монорота да согласен ну или как у нас вон африка вся бурые бегают желтые все есть зеленого до хрена все гусеницы разного замдеец а синего нет нету сильно поразительно но вот так и здесь есть микро инфографика под цвета по годам обратите внимание 91 год красный как ты думаешь почему там подписано снизу почему 91 год красный потому что советский союз распался все на радостях нет терминатор 2 вышел и там у него чтобы ты понимал экран красный был точно аннигилировать порвать убить сару коннор там да 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 ну там во втором терминаторе уже не сару коннор убить уже надо от 1000 ее защитить наоборот ваша беременна там же набить да да в первом она еще не была беременна там кайла рис еще только пришел ее обрюхать калорин джинни . так вот здесь еще много всяких разных описаний по поводу чего кого и на самом деле здесь сказано что иногда фантастика а ну они интересно как будет на самом деле экраны будущего сейчас типа не голубое нихрена еще сейчас цветное не монохромные но вид иногда фантастика в принципе предрекает развитие техники потому что как motorola изначально свою раскладушку сделала вниз знал дерьмо ну посмотри картиночку вижу вниз открывается и она хреново продавалась и и все какие бы писали чуваки в старт реки же вверх раскладушка открывается в оригинал series еще в 68 годах и они попробовали сделать открывающиеся motorola и это был успех блин слушая по-моему вниз круче конечно открывать но пусть будет даст мы но тут движение ты прям большим пальцем хопа и открыл дало пара вниз виноваты там просто дерьмо зачем вот зачем вниз ты посмотри там на картиночке как они в стартовике по нему разговор я понимаю что там они на громкую связь включили просто да да алло я на зеркальце да мы тебя все слушаем говори там это кто там лох говно знаменитые актеры так вот здесь самое главное что еще они пишут вот в оригинал серии стартреке шестьдесят восьмом году все приборные панели практически из-за алмазов состояли на бюджет next generation который был в конце восьмидесятых там бумажечки просто под стекло подкладывали вот такие вот у них типа сенсорные кнопочки не выглядит хай-течно то есть они им удалось передать атмосферу но мне вот с брюликами больше нравится не он с бюликами как будто ты едешь в троллейбусе да да и сразу первый спутник земли искусственный запустил я вот вот это и мне больше такая атмосфера нравится а справа уже как будто я в тетрис играю да то есть уже в мою молодость моя а здесь еще рассказано но не все фантастики должно быть прям супер реально иногда типа придрик ну как бы специально делают нереально потому что например он гит сцена 6 в четвертом эпизоде звездных воинов и new hope когда хан и люк из двух башен стреляют по имперским истребителям помню такую они там радуются еще прям как дети а кота я подбил ты подбил вау и там корабли взрываются со звуком на в космосе нет звука вообще нет воздуха звуковые волны нигде не распространять но типа если бы они сделали без звука это тупо было бы они могли бы радоваться там взрывом и тогда но по майклу бэй короче все взрывалось просто и все но суть в том что иногда приходится поступиться реальностью ради того чтобы просто фантастично было это я не знаю почему они именно это вспомнили потому что на самом деле просто само путешествие в гипер вот этом пространстве это бред потому что там между знаешь нашими звездами там по 30 световых лет там по 100 тысяч световых лет а что такое световой год это если свет год путешествует это расстояние а у света максимальная скорость 3 на 10 8 метров в секунду то есть но ты понимаешь что никто никогда такое не пролетит они там у них пролетает вот это почему-то не разбирает а то что со звуком взрывается это вот да но неважно на самом деле здесь еще очень прикольный момент опять же про звездные войны про первый эпизод что королева медал одну и ту же кнопку нажимает причем вот там достаточно много кнопок на приборной панели на нажмет одну и ту же для трех действий первое чтобы отправить голограмму второе чтобы посадить корабль а третье чтобы отправить корабль возможно она уже ее машина считывает прям с пальца и и мысли ну возможно и как как бы кнопка она под члена экипажа да а капитан панака он бы нажимал соседнюю кнопочку у него тоже считывалось и третье кстати не поднять корабль а вызвать карту space chart это карта галактики но смешно она хорошо хоть у нее на экранчике кстати красный экранчик не голубой какой терминатор там появляются хотя бы разные вещи зависимости от того чего нажмет но всегда прикольные вспоминаю на реальные ешь и жало там здесь шутят еще что это та самая кнопка сделать хорошо который просто на сайте деваешь кнопку и все нормально у всех видов юзеров все разное происходит и все так что вот так следующая тема из рубрики дизайн я не знаю достаточно долго но я попытаюсь и очень сжато сказать пишет брайан ходсон какой-то старик уже такой глубокий он какой-то еще такое типа практически далай-лама ну да так он еще дизайнер фильм мейкер иллюстратор и музыкант ну короче творческая личность он пишет на прототайпер . а йоу в стиле медиума сайта очень похожи на медиум но вот на прототайпер . а йоу и он говорит о том статья называется открываем для себя заново apple книгу human interface guidelines с 1987 года то есть гайды как делать интерфейсы для людей и в 1987 году это год когда вышел макинтош 2 первый компьютер apple с цветовым дисплеем целых 256 цветов тогда поддерживать возможно синие все было еще это еще 1 р стила джобса когда он еще не ушел да он еще не ушел когда он еще там не доверял что у него дочка это от него вот это все вот эти все переплетения помнишь не помню что он там назвал именем дочки свой первый компьютер там лиза или не я пою поправьте в меня в комментариях если не лиза но по моему к лиза сейчас симпсон будет мне лиза apple лиза apple да есть скорее всего на apple лиза ну блин должен же я хоть что-то помнить в этой жизни так вот и он ягод взял прям реально бумажную книгу то то самое первое издание потому что она переиздавалась много раз и там менялись вещи мне поразило насколько в эру вот этой вот младенчество персональных компьютеров в по в начале эпохи в 80-е уже тогда все вещи которые советовали полностью соответствовали всем юэксовым так скажем норму то есть прям вообще круть во-первых надо объяснить почему и первое почему которое не объясняли это почему должно быть консистенции то есть постоянство постоянство всех интерфейсов вообще на самом деле мы часто когда обсуждаем какие-то дизайнерские решения первый вопрос это знаешь чё какую-то сделаем она и скругленные края и хочется связка а почему то есть не то что прикопаться ради а чтобы вместе сформировать посыл и лучше выяснить какое же решение здесь использовать но это примерно так же как ты фундамент делаешь у здания почему такой ты здесь делаешь но согласен ты должен до продумать фундамент полностью под то сколько у тебя этажей из какого материала там каркасный монолитный плиточный кирпичный деревянный как у нуф-нуфа дом так вот консистенции это пи это первое почему почему должно быть постоянство всех интерфейсов потому что чтобы при переключении между разными программами на макинтоши у пользователя не было каждый раз нового опыта то есть он заходит в условный ворд ну там pages я не знаю было тогда пакет айворк или не был скорее всего не был и он уже научился им пользоваться и в смежных программах у него те же самые горячие клавиши кнопочка закрыть окно выглядит точно так же да он даже finder зашел и я думаю это уже тоже экспириенс небольшой да он словил экспириенс как макконахи вот потому что все должно быть примерно одинаково чтобы не было дезориентации каждый раз и чтобы даже просто когда пользователь видит приложение не от apple а какие-нибудь там нельзя twitter опять же условный чтобы он четко понимал вот это и пловое приложение которые прям круто нативно идут вместе с операционной системой а это сторонние приложения он к ним может быть с осторожностью относится или что-то еще то есть но консистенции среди на приложение одного и того же вендора и но должно быть и здесь это я все говорю своими словами здесь есть прямые цитаты the purpose of visual консистенции из ту констракты believable environment for users чтобы юзер верил тебе надо делать визуальное постоянство всех интерфейсов если у тебя все в одном стиле то сразу блин чуваки много сделали я им верю там ну это реально психологически работает вот мы подкаст один подкаст назад обсуждали про редизайн кока-колы да и верим же мы кока-коле когда они все банки примерно в одном стиле только там цвет меняется и так далее сразу видно чуваки поработали прям вот молодцы заморочились раз заморочили значит они наверное над продуктом своим заморочили значит он хороший логично ну да и здесь то что я сказал своими словами здесь описано в том что пользователю намного проще осваиваться с приложениями если они выглядят примерно одинаковыми даже понимаешь условному скетчу выгоднее использовать горячие клавиши от photoshop а для того чтобы потенциальным следующим покупателям было проще перейти с одной программы на другую ну да потому что смысл переучиваться это только некоторые решат которые полные противники фотошопа ярые ну да а их меньше просто будет и коммерческий успех скетча будет так скажем подорван если горячие клавиши задам не control c control 3 будет использоваться для сохранения всякие могут быть так вот следующий принцип ее ex это фидбэк и почему важен фидбэк так вот фидбэк в том смысле что фидбэк приложение к юзеру то есть вот сделал юзер какое-то действие и ему всплывает там спасибо что купили то и тем самым юзер понять что он таки купил но мы неоднократно здесь уже с тобой говорили про микро взаимодействие пика взаимодействия пропика фарада даже немножечко говорить так вот о том что взаимодействие с юзером должно быть таким четким хлестким коротким и все оно должно быть написано на языке пользователя не то что там вы отправили http запрос вам пришло код 200 все хорошо а дон спасибо все ваша заявка оставлена вы крутой вообще молодцы идите и купите у нас футболку с логотипом нашим и так далее здесь очень много таких штук но я остановлюсь еще на одной про чтобы это не растягивалось на весь подкаст тогда еще в восемьдесят седьмом году мы думали что компьютеры нам нужны строго для выполнения каких-то задач и всегда должны мы а с быть так скажем во голове и тут есть такой параграф юзеры они пользователи они компьютеры выполняют контролируют все действия и люди лучше учатся тому как им этих действий достичь и грубо говоря компьютеры вообще не должны вмешиваться но по мнению apple 8 образца восемьдесят седьмого года что это и есть базовая философия apple десктоп интерфейса что компьютер он наоборот даже защищает пользователя от самого себя он предупреждает вы точно там хотите то-то то-то и и юзер сам полностью решает что и как делать ну сейчас они наверно поражали бы сейчас уже у нас айфон за нас решает куда вы хотите поехать знаешь да когда центр уведомлений сверху открываешь и ваше время которое сейчас бы заняло поездки при поездке домой или на работу там пять минут он за тебя уже решил ты можешь уже в америке возможно ты можешь уже нажать и убер сразу вызвать и уехать сразу для возможно возможно так и есть поэтому и здесь на второй странице прям такой параграф люди пытаются не использовать компьютер они пытаются сделать свою работу а компьютер всего лишь помощник сейчас тоже возможно пытается использовать компьютер ну да ну в общем смешно да что у них вот так вот раньше было и чуваку то снесло башни blows my mind он пишет что уже тогда дизайнеры юзер экспириенс и знали все то же самое что мы знаем сейчас причем как бы сказать немного роль сменилась тогда это были именно производители по а сейчас это только юзер экспириенс дизайнеры они уже держат в узде непосредственных программистов чтобы вот все это соответствовало тем же принципам а раньше сами разработчики об этом думать так что вот так он пишет что вы поаккуратнее и посмотрите и старое издание потому что сейчас он дает ссылку на актуальный apple human интерфейс гайдлайны и они гиб совсем не такие здесь в конце еще есть несколько цитат одна из них не понравилась если картинки эффективно не показывают собственное так скажем обозначение тогда юзер просто теряется в полном в рандомных объектов и все вся связь между юзером и компьютером рушится то есть когда у нас кнопка сейф раньше была в виде дискетки когда мы еще реально пользовались дискетки это прям стопудовое было взаимодействие а если там был банан нарисован например ли муравей я не знаю тут ну было бы точно тупее чем дискет так что вот так но на самом деле если бы мы с самого начала привыкли что это банан мы бы сейчас бананы ждали ну только проще нам бы сложнее было привыкнуть до дискетки с дискеткой мы один раз запомнили а ну точно я же на нее сейчас сохраню и пойду домой то бухгалтерский отчет делать а банан и чё банан я как бы обезьяна работаю просто согласен работаю за еду если не сохраню еды не будет в принципе тоже нормальная тему видео как я изрек про банан да ладно последняя тема из рубрики дизайн у нас такая микро новость вообще как микро взаимодействие сан-франциско происходит неделя гилройского чеснока в макдональдс вау чтобы вы понимали гилрой это местечко недалеко от сан-франциско там километров 80 точнее 80 миль простите я в наших русских километрах измяя 80 миль да и там проездах происходит ежегодный фестиваль чеснока в этом году будет уже 31 я просто думаю чтобы 80 миль преодолеть нужно несколько галлонов возможно газолина залить да несколько галлонов бензина перед этим несколько ярдов надо до автомобиля своего пройти да 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 до tesla model s возможно тогда не надо когда согласен электрик кар там у них должны быть не киловатт часы какие-нибудь я не знаю пика фарада это емкость конденсаторов так что в принципе чуть-чуть отдаленно она но так вот и у них недели что оказалось бы может быть чесночного в макдональдсе оказывается может быть чесночная картошка блин вот я пел я тоже время как бы пятнадцать двенадцатого на ночь сейчас картошечки накинуть бы жирненькая да тем более что они же там после каких-то супер обращения не сделали так что у них там нету транс жиров вау я конечно не знаю вообще можно жрать и жрать прямо согласен и прям жить в этой картошке тут еще ее подают не в классических картоночках таких стоячих а в лодочках вообще классно я не знаю кстати почему гилрой это порт или нет интересно представляешь если они изначально чеснок в таких подавали на стол ставили кусочки чеснока в таких лодочках а сейчас картошку тоже может быть не вот теперь интересно вообще гилрой он насколько законодатель мод в америке то есть все ли про него знают как про октоберфест например в германии хороший вопрос пишите в комментариях это рубрика давид было давид напиши в комментариях чё там про гилрой так вот и самое главное вот вспомним и когда в папа мёрфис или в папа джоуэнс где мы заказывали пиццу нам все время давали этот чесночный соус может быть это был как раз гилройский чесночный соус да он был в небольшом таком контейнере именно собственно как в макдональдс да и можно вас массового графика или макать мы выливали причем так выливали что он сквозь картон нам жирнил кровать он сквозь пол прожигал там до низу мы в кровати с никитой пиццы ели нормальная тема в общем охрененно вкусная тема но на самом деле тут дизайновая подоплека небольшая есть что они вот добавили такую логотип специально для гарлик фрайс да я больше скажу в логотипе чеснок непосредственно вообще и вот это вот солнышко и свечения которые знаешь мы когда молодые щас то вы были делали первые 10 выпусков этого подкаста мы обсуждали про то что вот эти вот линии они концентрируют внимание ну то есть собственно и сейчас можем это обсудить дизайновый принцип и обычно как бы такой типа солнце и север хочется сказать солнышко пока так вот она здесь из картошки сделаешь ты понимал она прикуда она круто очень да что-то типа именно картошечки и заметь это еще и костерок а картошечка это дрова и чеснок он настолько жгучий как план горит он горит на основе этих дубли мы гений кроме того что мы гений чувак который владеет сейчас гилройской одной из топовых плантаций чеснока не знаю плантацию них там или нет все еще с рабами так вот его зовут сейчас я скажу как его зовут случайно не гилрой а не кристофер ранчо и мне теперь интересно ранч соус он же тоже чесночный с майонезом в честь него или назван или хотя бы в честь его дедушки ну да и не возможно когда за золото еще воевали они этим ранчо намазывали но они южане считай если это калифорния они-то хотели с рабами хотели чтобы рабы им намазывали а линкольн козел заставил их все-таки отказаться хартий не помню как она называлась неважно в общем пишите в комментариях если вы хотите попробовать чесночные картошечки если вы не стали рабами завоевателя да у нас кстати тоже в россии бывают русские недели в макдональдсе ну да и мы когда в институте учились бывали там черный хлеб бургеры и был как он назывался с черным хлебом бургер который я не биф бургер да и он по-моему еще и с говядиной был они со свинины ну в общем да так собственно там все с говядиной кроме завтрака только завтрак со свиньи в общем это прикольно да но не так прикольно как наша следующая тема светские новости у нас как бы целый раздел открывается и мостик из дизайна про яндекс шрифт на самом деле это тема более дизайновая даже чем гарлик гарлик соус и гарлик картошка но тем не менее я освещу просто как светские новости шрифт яндекса яндекс санс вот такая тема на хаббр хаббр датру причем как бы эта компания яндекс собственно их блог и они пишут про то что вот мы недавно задумались о том что яндексу нужен свой голос иметь вот именно в войс так скажем но именно войс в том самом смысле в том самом смысле да и подумали о том что блин ну как бы голосом яндекса может являться шрифт который будет передавать именно стиль яндекса везде где будет написано этим шрифтом мы будем понимать что это яндекс и и они написали попробовали написать найдется все вот этот классический слоган яндекса кредо яндекса так скажем написали шрифтом яндекса который собственно был до этого в логотипе видимо какой-то но небольшой был нарисован потом попробовали разные шрифты и стали понимать что все остальные шрифты стандартные да которые они не подходят они попробовали такой тоненький шрифт шрифт такой тоненький но как-то слишком дизайнерский вроде что-то дизайнерская найдется но не все попробовать найдутся дизайнеры хипстеры и смузи совсем не все потом попробовали такой жесткий такой знаешь шрифт черный такой знаешь эрел блэк короче да мне тут же эрел блэк ну вроде да вроде найдется но найдется знаешь как распродажа в ашане найдется вот действительно из рук в руки найдется налетай покупай но не опять же не все хотели комиксанцам написать ну тоже знаешь найдутся приколы бесплатно без смс да но это круто круто не молодцы найдется все написали таким зашить и его там шрифтом и ну вроде бы как будто меню в ресторане опять же ну найдется все шампанское трюфель и но опять же не то что им нужно они написали потом таким знаешь как слоганы коммунистические такие слоганы найдется все и на мне неоновая виска представь это трубки внутри а вокруг просто подложка да 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 и вот они говорят что ну какая-то автозаправка с магазином что-то не то короче в общем они решили сделать конкретно шрифт для яндекса яндекс санс я так понимаю что они сразу не поняли что это будет санс как мы знаем то есть непонятно было будут энзо сечки не будут засечки и они начали разрабатывать начали думать попробовали написать эллом опять же вот все фразы которые в яндексе обычно выпуливаются стандартные теги Так, стоп, они вроде Arial и используют. То есть, да, они используют Arial в выдаче, вот они им попробовали написать, собственно. То есть, они, ну, решили написать, окей, что-то получилось. Потом, тут небольшой такой анализ, что вот Arial, на самом деле, он произошел... Причем, там какой-то чувак крутой, он говорит, что... Правильно говорить не Arial, как здесь чувак пишет, а Arial. Или Arial, я не знаю. Вообще, мне кажется, Arial правильно говорится. Ну, ладно. Ну, по-по-по-русски Arial, да. Вот, да. Ну, тем не менее, короче. Ой, дерьмо, по-русски бы. Может быть, просто Arial, это означает имя, ну, когда английский этот шрифт. Так вот, он говорит, что это с каким-то персонажем Бури Шекспира. Бури. Я думаю, Бури у Шекспира есть. Вот, да. Ну, что Бури, это уже как-то фанилья французская. Ну, да, ну, вот, в общем, персонаж Бури Шекспира, Ариэль. Окей. Значит, они попробовали Ариэлем написать. А потом они, короче, еще гельветику использовали. И вот тут небольшое такое погружение такое в историю, что Arial, собственно, базируется на пропорциях гельветики самой по себе. То есть это суперстарший шрифт, про него вот есть даже целый фильм гельветика. Вот тут даже, чувак, трейлер прикладывает. Посмотрите, типа, кто не посмотрел. В общем, очень крутая тема. Хипстерская. Смузи найдутся. Согласен. Просто то, что Ариэл слили с гельветики, это, по-моему, уже давно обсосалось, что просто взяли, украли и прикольно. Вот. Да, это не Баян, это классик. Вот, значит, потом он рассказывает небольшое погружение, что все как бы для себя придумали разные шрифты. Вот, например, Microsoft, они решили не покупать гельветику, они придумали свой новый шрифт, заказали у Monotype. Он нарисовал, собственно, Ариэл. Он нарисовал, да. Вот. А потом, ну, он также дальше расскажет, что и у Apple есть свой шрифт, Сан-Франциско, который вот есть. Здесь небольшое сравнение, причем, Ариэл и гельветики на картиночке. Просто он сравнивает, просто показать, что вот изменение шрифта, что мы используем Ариэл, якобы, ну, практически гельветик. Они его используют, собственно, в выдаче и все еще используют. Дальше они думали, что вот есть... Есть много вопросов к Ариэлу. Вообще, он много кого не устраивает, крутых дизайнеров. То есть, там есть небольшие... Я даже не буду вдаваться в подробности, какие там... Там действительно есть замечания к Ариэлу. И, кроме этого, есть замечания к тому, что приложения Яндекса, кроме вот в вебе, то, что Ариэл мы видим, приложения Яндекса, то есть на Андроиде, на iOS, они используют свои шрифты. То есть, опять же, как я и сказал, в Сан-Франциско у Apple и робота у Андроид, то есть у Google. А в Windows'е Сегое? А в Windows'е Сегое, да, надо не забывать. Причем он здесь прикольный... Холодно-технологичный инженерный шрифт робота. Максимально нейтральный Сан-Франциско. И характерный Сегое. Характерный Сегое. Расскажу маленький инсайд. Apple на WWDC хотят представить Сан-Франциско Mono для кодеров. Круто. И прям я... Мы снимали недавно видос, обзор на Safari Technical Preview, обязательно посмотрите его. И я тогда назвал, что это еще очередной шаг навстречу разработчикам, потому что первый был релиз Safari 9 еще год назад. И вот еще один шаг навстречу разработчика. Сан-Франциско Mono, фирменный Apple-ский шрифт Mono Ширины. Извините. Ну да. Ну, кстати говоря, мне интересно, станет ли это стандартом де-факто для всех программ, в которых ты кодишь на Mac. Это же будет круто, по идее. Кариен-то там. Я везде Anonymous Pro выбираю от Марка Симонсона сам. Даже в терминале. Ну понятно. Ну может быть и станет, я не знаю, но не у меня. Вот. Еще Яндекс использует текст Book New на некоторых своих ресурсах, опять же. Это причем очень старая тема, очень старая, с 58-го года. Прикольный шрифт, который придуман Еленой Царегородцевой. Он там используется хрен где. Вот. Но тоже есть некоторые минусы, опять же. Недостаточно выразительные технические возможности там... Я одно не понял, какого хрена он без засечек. Если это книжный шрифт для букварей и так далее, а что он без засечек-то? Ну ладно, раз для детей, дети, видимо, засечки еще не могут воспринимать. Да, сложно детям засечки, да. И они начали требования выдвигать, какой же должен быть шрифт у Яндекса. Шрифт должен быть свое лицо, отличаться от конкурентов, собственно. Ну и вот они тут просто продумывают, как что выглядит, туда-сюда. Он должен быть спокойным, нейтральным, не слишком характерным, не слишком характерным. Я не понял, почему они сам Aerial и какой-нибудь OpenSense не включили в конкуренцию. Ну вот, видишь, между платформ. Ну ладно, да, да. Вот, ну опять же, приводят разные примеры шрифта. Сформулировали, в общем, что им нужно. Позвали дизайнеров, собственно. Тут вот есть, короче, такой мокапчик небольшой, где они просто использовали по-разному, как будет везде выглядеть их шрифт. Ну, в общем, они дальше позвали дизайнеров. Подожди, где это будет? А, вот команда, собственно, раздел. Ну, обратились к там, к их известным, не будем вдаваться, опять же, в подробности, к каким-то там дизайнерам. Они всех позвали. Там пацаны из Лондона практически. Целая команда, которая работала над дизайном там, они их всех перечисляют. И они действительно разработали шрифт, который, в принципе, узнаваем. Вот здесь есть, как работали над шрифтом. Но, да, в принципе, мне нравится. Здесь они разработали два вида шрифта. Флэт, более контрастный, более острый характерный. И раунд, более дружелюбный и мягкий. Мне больше нравится более острый флэт. Он какой-то такой прям, такой жесткий такой. Мне не нравятся А и Е. Слишком тонкие внутренние линии. Ну, слушай, да, тут как бы, тут спорно, спорно. Ну, я просто свое мнение, так скажем. Ну-ка, о раунде. В раунде, мне раунд больше нравится. Мы даже не сговариваясь, с тобой приняли разные точки зрения. Вот напишите в комментариях, раунд или флэт все-таки. Здесь, опять же, есть описание всех вот этих штук, засечек, всех. Как нам написали-то, как-то они называются еще. Ой, нам сказали, что засечки. А на самом деле это, блин, ну там вынос, принос. Вот, да, вынос и принос, в общем, все. И они, опять же, написали, что они опираются на российскую все-таки аудиторию. Они хотят, чтобы шрифт как бы был с акцентом, как говорится. То есть они хотят, чтобы все-таки русский, кириллица была первонаперво сделана в этом шрифте. Поэтому они разработали полностью для русского, полностью потом для английского переделали, там, пересмотрели все, значит. Сделали, чтобы все было максимально рассчитано на нашу аудиторию. Ну, опять же, написали, как будет это все выглядеть. Everything will be found. Найдется все. Продемонстрировали все символы, которые происходят в Яндексе. И самое, что главное, сейчас это пока работает в... Ну, там, практически у них в блоге на одной странице, вот тут вот в конце. Они здесь в макапы все встроили, вот сейчас в конце здесь будет... Так, сейчас тут написано будет. На странице об Яндексе, или как-то так они сказали? Да, да, на странице об Яндексе. Или о том, что... Ну, да, да, вот об странице об Яндексе. Нашего лончера на Андроиде еще. И о компании, да. А где о компании-то? А, вот я вижу. Ссылочку, перехожу. Яндекс.Ру слэш компань. Да, ну, блин, блин, мне сильно бросается в глаза, прям вообще. Ну, да, ты понимаешь, конечно, что это Яндекс, да, конечно, что... А чё, я не понимаю, почему у них вокруг тут набирается всякое? Ну, это, видимо, анимашки. Такие именно анимашки. Это просто прикол, да. Самое главное, самое главное, что же дальше тут написано? Многие спрашивают, планируем ли мы выложить новый шрифт в открытый доступ. И мы с тобой, опять же, спрашивали, Яндекс.Санс, ну чё, можно? Да, мы когда ты просто мне начал это всё говорить, что вот, там, новая тема, туда-сюда. Я не помню, то ли ты сам задался вопросом, то ли я спросил. Да, мы с тобой практически вместе, у нас ёкнуло. Мы практически одновременно... А, а, и чувак отвечает, ну, как бы, сейчас мы не планируем раздавать бесплатно. Да, понятно, что Apple и Google бесплатно свои шрифты, как бы, open-source-нули практически. Ты можешь, чё хочешь с ними делать, где хочешь использовать. Но, Яндекс так не будет поступать, потому что они, типа, не используют на разных платформах. Потому что, типа, у них нет уже Яндекс.Маркета какого-то. То есть, Яндекс.Маркет есть, но нету маркета приложений для разработчиков. Поэтому, слушай, кстати говоря, это, опять же, спорно, потому что есть Яндекс.Браузер, под которого есть расширение. И хотелось бы писать туда тоже Яндекс.Санс. Ну, это такое, это же вот ради одной этой вот этой хреновины, видимо, они... В общем, они зажопили. Короче, зажопили они Яндекс.Санс, пацаны, поэтому расходимся. Следующая новость. Светский про Андроид она называется. Большинство пользователей Андроид используют старые версии системы. Слушай, мы как бы чуть-чуть немножко уже говорили про Андроид, и вот мы продолжение. И вот опять. Оказывается, скоро уже выходит новый Андроид, и ты не знал, Саня. Не побоюсь использовать. Да, я просто действительно не знал. А оказывается, некоторые хрены, а большинство точнее, всё ещё не обновились до Marshmallow. Господа, напишите, какого хрена вы не обновились. А вот здесь некоторые... Я больше чем уверен, что их вендоры, какой-нибудь HTC или ZTE... Ну ладно, HTC я зря. Реально, ZTE, какой-нибудь Huawei... Xiaomi какие-нибудь, китайцы. Да, да. Они реально не выпустили билд под их девайс. То есть, просто железо не готово к такой прошивке. И, собственно, здесь вот написана небольшая статистика, что Lollipop 35%, KitKat 32%, Jelly Bean 20%, Ice Cream Sandwich... Ещё кто-то сидит на очень старых, короче, сидит. Я просто помню, что Ice Cream Sandwich мы с тобой в обзорах говорили. Подожди, мы чё, мы 4 года? Нет, мы с 2014-го здесь сидим. Короче говоря, все, большинство ещё даже сидят на 2013-го года операционка. Ну... Возможно, в пивной мы с тобой обсуждали ещё в 2011 все эти темы. Тогда уже мы могли подкасты записывать. Да, не хочется как-то понтоваться, но, мне кажется, 4S, очень старый девайс, держит самый новый, мне кажется, большой шип. Да, да. Ну там, конечно, вот даже, например, в наших с тобой пятёрках режим... Во-первых, кровавый режим, во-вторых, режим, который затемняет ночной режим, короче, новый добавили. Жёлтый экран он делает, чтобы белым не било по глазам. Так вот, в пятёрках этого нет, только начиная с 5S-ок оно работает. Ну да, то есть урезает некоторые всё-таки возможности, но всё-таки выкатывают, поэтому... Как тебе header image, где робот-андроидик зефирки тащит? Прикольно. Вот это единственное прикольное, что есть в андроиде, это то, что маршмеллоу — это зефир, и их робот, он такой ми-ми-ми. Да, это круто. Что произошло с Apple следующее? Мы как бы от андроида к Apple, к iOS. Так вот, что произошло с Apple во втором финансовом квартале 2016 года. Короче, статья про то, что, оказывается, беднеют, беднеют Apple, представляешь? Не то, что... Возможно, даже не столько беднеют, сколько они так быстро богатеют. Или у них реально меньше денег. Но вот, к сожалению, слишком громкая новость кончается тем, что да, просто чуть-чуть меньше денег. Но, короче, сейчас немножко по порядку обо всём. Здесь, короче, господа Тим Кук и финансовый директор компании Лука Маэстри, они подвели, собственно, итоги своей работы. И сказали, что выручка по сравнению с 2015 годом, то есть с прошлым, уменьшилась на 8 миллиардов баксов. Я вот тут просто быстренько отнял. Была 58, стала 50. Ну, выручка это, так скажем, оборотка, а чистая прибыль-то упала всего на 3 миллиарда. Чистуха всего на 3 миллиарда, упала баксов. Была 13,6, стала 10,5. Это всё в сравнении с 2015 годом. Прибыль на акцию 1,90 доллара. Надо покупать акции, я чувствую. Они падают, видишь, они были 2,33. Ну, понимаешь, сами цены, они иногда и падают отдельно, так скажем. То есть прибыль-то это дивиденды, а цены на акции после каждой конференции падают сначала, потому что все думают, что никто не будет брать новый девайс, а потом растут, когда всё-таки их берут. Ну и свободные средства. Мне интересно, свободные средства это как бы на карточке у Тима Кука, там, на Сбербанке у Тима Кука или где? На Тинькове. Да, скорее всего, на Рокетбанке, который закрывается, это не реклама. Между прочим, свободных средств увеличилось, их стало больше. Ну а как, ну ты же не можешь зарабатывая, а что-то меньше. Не, можно, если бы они купили там Теслу, НАСА или ещё кого-нибудь вместе взятых. Ну, опять же, давай не сильно по цифрам пойдём, просто продажи айфона уменьшились, на самом деле. Продажи айпада уменьшились, это естественно. Мака чуть-чуть уменьшились, если так в процентном соотношении посмотреть. Айпода не представлены, Apple Watch не представлены данные. То есть, ну, пока непонятно там. Тем более, айпод сейчас, я так понимаю, вообще никак не двигается у них там, и всё плохо. Ну айподу всё. Я согласен, айпод практически всё. Его оставили только тинейджерам играть в игры. Кому мамка на телефон денег не додала, те айпод тач себе взяли на 128 гигов. Ну, собственно, исходя из всего текста, вот есть небольшая графика о том, что падают пайдот ревеню, падает выручка как бы Эпла. То есть, сейчас про гистограмму или про пайчарт? Я пока про гистограмму, да. А дальше пайчарт, собственно, на котором показано, за счёт чего всё-таки Apple получает бабло. За счёт продажи айфон во всех сетях. Скорее всего, в Америке. Ну и в Китае, я думаю. То есть, скорее всего, в Америке где-нибудь в Walmart-ах везде продали, везде купили, опять же. А в Китае, я думаю, в какой-нибудь, опять же, не знаю, как что-нибудь назвать, Волма... Волмайду. Войду, как Войду? Да, Волмайду все купили там. Напишите, если вы в Китае и покупали айфон. Вот. Большинство, я думаю, в Гонконге берёт. Там чуть дешевле, и это как бы не очень Китай. Это как... Ну, в Гонконге, да, Walmart. Возможно, там уже и Walmart, согласен, да. Естественно, сервисы Apple, то есть App Store, стал зарабатывать больше, iTunes Store, скорее всего. Нет, ты заметь, именно доходы с сервисов выросли. Да, выросли. То есть, как бы... На миллиард. Девайсов стало, видимо, больше у людей, но просто все... Я думаю, на Apple Music больше подписалось. Это же относительно новый сервис, ему там года два. И, собственно, на него 13 миллионов подписчиков. То есть, это как бы 13 миллионов умножить на сколько там рублей? На 300 или на 200? Они там до хрена грибут в месяц, на самом деле. Ну, так... То и делали. Это, ладно, в России, а ты в Америке умножь, там, еще дороже поделить. Это нам тут, бомжам. Ну, так нас и не 13 миллионов. Нас и не... Из этих 13 миллионов нас, я думаю, 1100. Нас 100 человек, как бы. А ты, подожди, ты все еще покупаешь? Я не покупаю. Ну, ты просто помню, пару месяцев у тебя был грешок. Да, я покупал, но... Не, ну, правда, ну, 300 рублей. Да дело даже не было, просто на хрена. Да, я вот попробовал и закончил. Интересные факты и утверждения. Сервисы теперь приносят Apple больше денег, чем продажи Mac. То есть, уже можно, как бы, вообще железо не продавать, да? Не будем. Будем только в App Store приложить Clash of Clans продавать. Ну, возможно, существующая база их уже кормит. Если не продавать новых Mac. Ну, понятно. Ну, это очевидные вещи, да, да, да. За последний год Apple пребывало 15 компаний. 15 компаний. Например, Apple Watch продаются лучше, чем iPhone. Мне нравится вот этот факт. За первый год. За первый год. Но это, надо сказать, что вообще революция Apple началась с iPhone. Ну, как бы с iPod, конечно. Но именно баблинские они начали грести как раз с iPhone. Но к нему изначально же осмотрительно отнеслись. Но гораздо осмотрительнее, чем к Apple Watch. Ну, короче, это сложно сравнивать. Это как сравнивать продажи Windows 7, я не знаю, XP на старте и Windows 10. Которые уже везде. Ну, миллиард уже картинок, где Windows 10 даже на Pip-Boy в Full Audio предлагают. Тим Кук заявил, что iPhone SE пользуется большим спросом. Оказывается. Вы, кстати, купили? Напишите, если вы купили SE. Ну, и вот тут, естественно, написано, что, ну, конечно, следующий там неутешительный прогноз. Если iPhone 7 не попрёт, всё будет плохо, Apple разорится, и мы все умрём, короче. Но нет. Кстати, он, Тим Кук, же. Я на какой-то другой новости видел. Он сказал, что нам iPhone 7 взорвёт башню. Что прямо не до хрена нового прям придумали. Возможно, он подогревал, потому что после всех этих результатов на 8% акции-то упали. Так что всё-таки, как ты говоришь, покупать. Покупать. Последняя из светсек тема. Бывший разработчик Tor помогает FBI шпионить за пользователями анонимной сети. Это нам, случайно, не предложили пацаны, которые любят про всякое? Да, Евгений Атланов, если мне не изменяет память, предложил. Ну, Хакер.ру, что ты думаешь, я туда захожу? Короче, статья с Хакер.ру про то, что господин Мэтт Эдман некий, который раньше работал в Tor Project, а мы когда-то, очень много подкастов назад, мне кажется, подкастов 20 назад, у нас была большая тема, очень интересная на самом деле. Надо было в неё вникать сильно, но что-то я так не сильно. Была схабра про то, что Tor, и там чувак, один из Торовцев, он прям написал вообще там статью про то, что там Tor загнивает, и вообще, он там один из Core разработчиков, вот именно ядра Tor, когда он ещё был не по всему миру, а централизованная сеть. Вот была прикольная тема, там надо было в неё вникать, он там прям с графиками, со всякими там миллисекундами рассказывал, почему это плохо, там и т.д. и т.п., прям технические всякие штуки. Но вот Мэтт Эдман, он из Tor Project, я так понимаю, это не Core, там Tor Core как-то она называлась, как-то так, а это Tor Project, видимо, какие-то тоже чуваки, которые работали над Тором. И он, собственно, ушёл в ФБР после того, как немного поработал в Tor Project. Ушёл и, значит, короче, сотрудничает с ними, то есть он как бы работает там. Мне больше всего нравится картиночка вот здесь вот, где ФБРовцы сидят с прямыми спинами вот так вот. И у них Google открыт просто, знаешь, практически рабочий стол, чтобы их никто не спалил. Да, причём у них там ещё все стили выключены в Винде. Да. И Google какой-то старый, как будто картинка годов так 2005. Ну и они на интернет-эксплорере сидят с прямыми спинами. Я сам аж как-то выпрямился, потому что если лысый хрен сидит прямо и толстый дурак какой-то с газировкой. Ну или, извините, агент Макналли какой-нибудь там. Макнадец. Короче говоря, Мэтт Эдман, господин Мэтт Эдман с ФБР, собственно, сотрудничает полностью. Он с помощью него накрыли офигенных чуваков. Силкро, это не реклама, а чуваков. Ты фанат прям этих всех офигенных? Офигенных чуваков, которые продавали, собственно, запрещенные наркотические вещи на 13 миллионов или сколько там баксов. Он накрывает всех этих чуваков, он занимается. Собственно, накрыли чуваков, которые распространяли детскую порнографию. То есть он как бы... Тоже запрещенный в Российской Федерации. Запрещенный, все абсолютно запрещенный, да. То есть он некий паладин, так скажем, будем говорить. Воин света, который, собственно, занимается тем, что отлавливает в своей же сети, которую он создавал, да, пилил. Он делает эксплойты, пишет, и всякое дерьмо. То есть он как бы хакер типа своей сети, будем говорить. То есть он пишет вирусы, какие-то такие-то, эксплойты, опять же, для Тора. Ну, я могу... Во-первых, маленький спин-офф, бисайд. Ну, вы поняли. Короче, чуть-чуть про другое. А именно про то, что в сериале Элементри, который я дико люблю, там они постоянно с Тором сталкиваются. Ну, например, они там выслеживают какого-нибудь чувака, который скупает краденое. И Шерлок, он там в Тор заходит и типа притворяется, что у него есть краденое. И типа чувак с ними встречается просто по тупнику и все. И там Ватсон его спрашивает в какой-то момент. Подожди, так типа все, Тор же закрыли там говном. И да ладно, что-то сил крот, один магазин всего лишь. Их типа еще до хрена вообще есть. Их еще никто не закрыл там и так далее. То есть это общеизвестный факт, я так понимаю. Да, я имею в виду, он мало того, что общеизвестный. Во-вторых, ну закрыли одну крупную. Ну как бы все расползлись как муравьи по мелким. И ну очень сложно закрутить все гайки. Это как картиночка с Pirate Bay, где гидры нарисованы, ты им отрубаешься. Да, да, да. Ну вот, тем не менее, Мэтт Эдмон борется с пацанами. Получает Баблинский от FBI. И тут опять у нас вопрос назревает под конец самой, собственно, статьи и к выводу. Делает ли он хорошие вещи или плохие? То есть да, конечно, с одной стороны сразу понятно, что хорошие. Закрывает терп там наркоторговлю, там бла-бла-бла. Но с другой стороны, Тор это как бы как кусок анонимного интернета, в который попадает не каждый чувак. Должен ли он быть вот контролируем с помощью ФБР? Должны ли туда лезть власти особенно? Я считаю, что он сучился. Поэтому как бы должны ли они контролировать? Я думаю, нет. Напишите в комментариях, короче, как вы относитесь к этому, ко всему. Я успокою моих сторонников, а я уже называю их моими сторонниками. Да, так вот, он работал только над Видалией. Видалией это такой лаунчер, который был, ее в 2013 году свернули. Ну, те, кто давно пользуется Тором, как, например, я, ну, я видел его, его сейчас застал. А сейчас его уже не поддерживаю, сейчас лаунчер уже там в самом Торе браузере, он уже там вокруг нового Firefox и так далее. Короче говоря, возможно, под сейчас уже у те, у кого современные браузеры уже не подвержены его эксплойтам, и он на них не выйдет. Я надеюсь, на нас тоже. Категория анонимность, между прочим, здесь это. Так что вот так. Можно переходить к суперразделу разработка, который все ждут, но перед этим надо обязательно не забыть наших сотрудников. Они практически с нами сидят. Вот прям мы с тобой сидим. И еще как бы куча-куча много кластеров стоит. И да, и здесь у нас вот то, что вы слышите, гул, это не Никитин ноутбук-вентилятор, это у нас сервер, ну, все обдувает, потому что кластера. Конечно. Мы сейчас, оп, ногой, как Сибульба в первом эпизоде, выткнем провод какой-нибудь от хостинга SmartApe.ru, и у вас сайты обвалятся там где-нибудь. Но мы так не будем делать, потому что здесь жесткая охрана, нас прям не пускают. Здесь все круто, все засекречено, как в Торе практически. Практически. И главное, крыс никаких нет. Все нормально. Лучший хостинг в мире, в России, и главное, православный, соответствует всем федеральным законам об том, что информация должна находиться непосредственно в Российской Федерации. Да, SmartApe.ru, особенно говорим про услугу ВПС-сервера, собственно. Ну, просто потому что она наиболее подходит для разработчиков. Вы же крутые разработчики, наши слушатели и зрители, мы не забываем про вас. Да. Вы не ведитесь на всякие там шеят безлимитные хостинги, вы пользуетесь ВПС-ками хороших на ССД. И все, главное, чтобы не на ЛСД. Ну да, русская поддержка, все круто, прям вообще супер. Да. Data Center Oversun в Москве, супер бесперебойность, 99 и 999 тысяч миллионов процентов. Uptime, все круто. И если вы уже пользуетесь, то внимайте следующей теме, а если нет, ставьте на паузу, оформляйте себе аккаунт. И только после этого слушайте. Ну, ссылка в описании. Естественно, ссылка в описании. Каково это? Быть разработчиком, когда тебе 40. Эта статья облетела прям вообще все рассылки. Во-первых, хабровую рассылку. Во-вторых, много других иностранных рассылок, на которые я подписанно облетел оригинал, потому что это перевод. Я честно жду, потому что я самому, как обычно, лень читать. А ты мне вот сейчас расскажешь, как и нашим слушателям и зрителям. Примечание от переводчика. Переводчик Александр с ником Rage Quit, редактор Хабр-Хабр. Этот пост был написан и опубликован на Medium, разработчиком приложения Адрианом Космачевским или Космачевским из Швейцарии. Кроме подготовки перевода и его публикации, я также пригласил и самого автора, Адриана в скобках собака Акосма, на Хабр, для того, чтобы он смог лично ответить на любые вопросы участников сообщества, если таковы возникли. Он, представляешь, с часами сразу в банке с сыром из Швейцарии сидит? Скорее всего, с шоколадом. Думаю, для общего доступа при общении в комментариях с ним стоит использовать английский. Да ну нахрен. Окей, let's go. Так вот, в Сири привет всем, я 42-летний программист-самоучка, а это моя история. Пару лет назад я наткнулся на твит, в котором была картинка, прикрепленная ниже, и он заставил меня задуматься о моей карьере. Здесь график по оси Ординат отложено Life Satisfaction, удовлетворение жизнью, по оси Absciss Age, возраст. И у большинства людей в детстве очень все круто, удовлетворенно жизнью, потом хоп, 25, все здорово, студенческие годы, хотя 25 уже не студенческие, это первые работы, первые семьи. И потом все падает график, удовлетворение жизнью просто в задницу уходит, с последующими семьями, видимо. Так вот, а у задротов, у нердов до 20 все хреново, ну видимо потому, что их там хулиганы дразнят, на них девчонки не обращают внимания. А потом начинает с 40 прет вообще досвидос вверх. Слушай, а я не так понял вообще график. Я подумал, что типа, ааа, Life Satisfaction у задротов, значит, увеличивается от возраста получается, сначала падает, потом увеличивается от возраста, а у обычных чуваков, значит, понятно. Нет, тут еще вещь, самое важное, где пики находятся. У задротов минус пик в 20, а у крутых чуваков в 25 плюс пик. Мне нравится, что у них в один годик пик все. Да, в один годик прям самая тема, потому что тебя кормят сиськой, больше ничего не надо делать. Я согласен, Life Satisfaction полный. Причем у Most People он примерно такой же, как максимальный Life Satisfaction. Одинаковый сиськой кормят. А нет, этих задротской сиськой кормят? Естественно, там пораженные говорят. Пишите в комментариях, если у вас сиська сейчас кормят в данный момент. Какой у вас уровень Life Satisfaction? Примерно на уровне годика или 40 уже. Так вот. Чувак дебютировал в роли разработчика программного обеспечения в 10 часов утра 6 октября 1997 года. Он, возможно, в первый Fallout играл. В тот момент он как раз в 1997 году вышел. И как раз, если я не ошибаюсь, в конце. Ну-ка, Fallout. Ну, позвольте мне потратить полсекундочки на это. То есть, в принципе, это мужик бывалый, не то, что он недавно. 30 сентября 1997 года. Он прям, возможно, уже пройти успел. Я не знаю, там, за недельку хватило бы у него времени или не хватило. Но, в общем, да. И он пишет о том, что не так давно отпраздновал свой 24-й день рождения. Почему именно в городе Оливос, к северу от Буэнос-Айреса в Аргентине? Хотя мы швейцарец. Вот да. Видимо, эмигрировал. Пишет, мне вот больше всего этот пункт понравился. Хотя статья вся гениальная. Если мы по каким-то причинам ее несу досконально рассмотрим, обязательно прочитайте. Ссылка в описании. Там же, где SmartApe.ru лучший хостинг в мире. Мир в 1907 году. В 1997. Тогда он был немного другим. На веб-сайтах не было предупреждения об использовании cookies. Новаторскими в сети были сайты вида excite.com. Зрители, посмотрите вниз, здесь полный крейкзлист. Только хуже. Крейкзлист крутой. Link's Cars. Да. А моим любимым поисковиком был AltaVista какой-то. Возможно, аргентинский какой-то или швейцарский. Мой электронный ящик имел вид kosmache-sobaka-sc2a.unique.ch Чешский, что ли? Или китайский? Чешский, мне кажется. Не знаю. По-моему, это CZ чешский. А, кстати, да. Кстати, да. И был расположен... Не будем говорить, откуда я это знаю. И был расположен на личном веб-сайте, который размещался по адресу... Ну, по такому же. Не буду читать. Тогда мы еще оплакивали принцессу Диану. Стив Джобс только-только вернулся на роль CEO. И убедил Microsoft вбросить в Apple компьютер 150 миллионов долларов. Digital Equipment Corporation подала суд на Dell, оказывается. Было и такое. Хотя я даже не знаю, кто такие Digital Equipment Corporation. Кто они и кто Dell, да. Да, по крайней мере, теперь. Останки Че Гевара вернули на Кубу. Только начался четвертый восклицательный знак сезон друзей. Напомню, их 10 было. Был убит Джанни Версачи, скончалась мать Тереза, Рой Лихтенштейн и Жанна Кальман. Люди зависали за Final Fantasy VII на PlayStation, будто бы были наркоманами. BB2 начал вещание телепузиков, а Кэмерон только собирался показать миру свой Титаник. Вау. Ну, чувак, прям нас окрямул. Он прям вкусно вообще. Так вот, смартфоны того времени были коммуникаторы Nokia 9000. Смотри-ка, это ровно те, о которых мы уже в инфографике говорили в этом же подкасте ранее. 24 МГц процессор, i386 на Intel, между прочим. Кстати, недавно была новость, что iPhone 7, возможно, на Intel перейдут с IRM. Но это у Вилсакома, как обычно, громкий заголовок. А, и он, я не смотрел. Я не смотрел. Я тоже, ну понятно. Так вот, умные часы того времени, Casio G-Shock DW9100PBJ. Почему B-J? То есть, надо было сделать B-J, чтобы тебе такие подарили. То есть, серия G-Shock уже давно, как бы. Да, я тебе больше скажу, они тогда уже были умные. То есть, прям, время жизни батареи на одном заряде не было много приложений. Охренеть. Ну, короче говоря, много всяких моментов было в тот момент. Код C для Windows 3.1.95.int назывался WinNuke. Известный хакер опубликовал такое. Прикольно. Действия многих фильмов происходили в 97-м. Например, Гарри Поттер и Принц Полукровка. Мало кто знает, а события, ну, как бы, то, что было в Гарри Поттере, это типа в 90-е все происходило. Ну, так. Именно в 97-м году, 29 августа, в 2.14 ночи, согласно ленте, SkyMet обрел самосознание и начал термоядерную войну. Ладно, зарегистрирован в тот же год домен Google.com. Здесь он еще дальше рассказывает, что он первая работа, он писал ISP-страницы, в различных редакторах, начиная с Microsoft Front Page, Hot Metal Pro и Edit Plus. То есть, он такой Microsoft-овский пацан. Да, он потом рассказывал, что он на .NET долго писал, а потом в Apple ушел. Но об этом позже. Ну, в смысле, не в самой Apple, а в разработку под Apple все-таки. Так вот, итоги моей работы, ну, Pentium 2, всякое такое. Вот здесь смешная шутка. Моим первым профессиональным языком программирования был мутант под названием Visual Basic Script, и еще немного JavaScript на клиентской стороне. Все это было сдобрено большим количеством, если это Netscape делает так, что-то иное, по-другому. Потому что тогда я не имел ни малейшего представления о том, как правильно использовать JavaScript. Кстати, в 2016 мы все еще едва понимаем, как делать вообще что-либо на JavaScript. Очень-очень четко. О юнит-тестах никто не слышал, непрерывная интеграция лишь мечта, а XML был очередным модным словом. И такое когда-то было. Так вот, и он пишет, что он кодит 6776 дней. Уже 6776 дней я выпивал по чашке кофе каждое утро, и писал код с помощью таких вещей, как VBS скрипт, JavaScript, Linux, SQL, HTML, makefiles, Node.js, CSS, XML, .NET, YAML, podfiles, JSON, бла-бла-бла, jtfc. В последнее время использовал Swift. Ну, говорит, много произошло, я женился там, дважды перегорал в том смысле, что хотелось просто уйти из программирования и начать что-то другое. Но каждый раз, когда уходил, начинал ощущать зов кода. Нихрена. Вообще крутой. Так вот, светы для тех, кто в душе молод. Ниже я перечислю некоторые простые советы, которые помогут вам в 40 лет остаться счастливым разработчиком программного обеспечения. Первое, не реагируйте на хайп. То, что мы с Никитой здесь постоянно говорим, и мы являемся прям четким примером нереагирования на хайп. Может быть, мы просто являемся примером деградации, но вот мы предпочитаем думать, что мы не реагируем на хайп. Были разные хайпы. В 2000-м это были Swap и XML, в 2006-м Semantic Web и OLPC, в 2012-м это была Big Data, а в 2015-м виртуальная реальность. Вот и язык Go. Но язык Go это примечание переводчика. Не знаю, видимо, какие-то проблемы у него с языком Go. Хотя, ну, согласен, что хайп есть, но вот до нас почти не доходит. Короче говоря, как говорили римляне, ни новий сублуна, ничто не ново под луной. Нихрена он дает. Он вообще крутой. Большинство из того, что вы видите и что изучаете, в той или иной степени уже десятилетия существуют в информатике. А суть скрывается под грудами маркетинга, книг, блога, записи и вопросов на стек оверфлоу. Все новое, это хорошо забытое старое, и надо просто продумывать о том, что это все то же самое программирование, алгоритмы, и если вы их не знаете, то хоть какой язык вам дай, все равно будет говно. Выбирает свою галактику мудро, он здесь говорит, и он, так скажем, языки программирования, все, что вокруг них находится, называет галактиками. Примерами галактик можно назвать .NET, COCO, Node.js, PHP, EMAX, SEP и так далее. И он говорит о том, что термин галактика он использует, чтобы избежать более популярного, но более спорного термина религия. Хотя он мог бы гораздо лучше все это описать, просто потому что чуваки, которые защищают собственную галактику, если говорить в его терминологии, они это делают прямо как религиозные фанатики. То есть мы пишем только на PHP и точка, и досвидос, потому что это лучший там язык в мире. Да. Так вот он пишет, что он сменил лагерь в тот момент, когда Apple выпустил iPhone, но хотя главной причиной считает Стив Балмера. Потому что он устав от негативного отношения людей из галактики Microsoft к Open Source ПО. На самом деле сейчас Microsoft, по-моему, исправились. Они наоборот сейчас все Open Source. Ну да, когда пришел Сатья, а не Open Source или даже .NET, ну на самом деле только некоторые его части, но тем не менее. Так вот, он был там на разных Microsoft-овских тусовках, все, ушел в Apple. Так вот он говорит, давайте поговорим про индустрию программного обеспечения. Примените, выше сказанное подводит меня к следующему пункту нашей беседы, разговору о том, как ваша любимая технология появилась на свет. Короче говоря, он говорит о том, что вот вы пользуетесь PHP, вы узнаете его историю, узнаете, с чего все начиналось, чем вообще живут PHP-шники, используйте best practices именно из своей галактики, и это очень круто. То есть знать историю какой-то технологии до того момента, которая сейчас есть, позволит вам к ней более снисходительной по-доброму относиться. Ну и здесь прикольно. Картинка мобильной эволюции от гигантских телефонов в 90-м до гигантских в 2015-м. И он говорит, вообще смотрите на эволюции, то есть смотрите на то, как какие-то идеи претерпевали изменения со временем, потому что это прям, это круто, это вдохновляет, это позволяет вам, он в принципе, он говорит о том, что его возраст, это один из плюсов, потому что он позволяет ему трезво смотреть на вещи, очень четко понимать, что ну это все так, приходит, уходит, а вот хороший код остается. Он здесь пишет о том, что только со временем научитесь ценить те вещи, которые прошли испытания тем самым временем, например, Lisp, Tex, Unix, Bash, C, обычный C, даже без плюсов, Vim, Python, ARM там и так далее, то есть, это пример всего лишь некоторых вещей, которые отпраздновали юбилей и стоит им учиться, просто потому что они до сих пор здесь. И здесь крутой твит, опять же от Hishama некого, и говорит, я говорит, когда закончил вообще свое обучение по информатике в начале 2000-х, еще не было новой сквери, когда я ходил на уроки баз данных, я ходил на компьютерную графику, когда еще OpenGL не поддерживал шейдеры, я ходил на распределенные системы, когда еще не было Big Data или облачных компьютингов, ну, короче говоря, вы поняли, то есть, это позволяет вам более философски смотреть на вещи, что это все на самом деле примерно о том же, что не ведитесь на хайп. Продолжайте учиться, следующий совет, и говорит он о том, что прям, ну, вот он здесь пишет, изучайте по крайней мере один новый язык программирования каждый год. Ну, не в том смысле, конечно, что прям работаете на нем, но хотя бы пишите что-то большее, чем типичное Hello World. Ну, видимо, развиваетесь просто, узнавайте. Ну да, то есть пробуйте, пробуйте что-то писать, щупать, как говорил Бобук, щупать, или, а нет, Бобук говорю посмотреть. Посмотрю, я посмотрю там его. Ну вот да. Читайте 6 книг по программированию каждый год, он говорит. Он говорит, у меня есть список из 6 мастерит книг, которым я буду занят в этом году, а вот лист за прошлый год, здесь список, и здесь на самом деле 7 их. Почему лист в кавычках, почему лист переводится как список, переводчик, можно просто список написать и все. Ладно, не важно. 6 книг в год вроде многовато, но по сути это одна книга в 2 месяца, и большинство книг, упомянутых мной в публикации, не требует много времени для прочтения, они превосходно написаны, веселые и простые для понимания. Там такие названия, блин, ну книг крутые, что прям The Old New Thing. Geekonomics. Блин. The Psychology of Software Programming. Действительно, это круто. Начните хотя бы с одной книги в год, уже примечания подкастеров, то есть нас. Хотя он здесь мотивирует, что посмотрите на это с другой точки зрения, если вам сейчас 20, то к 30 вы прочтете более 60 книг по программированию, более 120, когда достигнете моего возраста, то есть 40. Прикинь, ты мозг будешь сразу. Да, и вы попробуйте себя в более чем 20 языках программирования, он пишет. Здесь еще один прикольный твит от Джеффа Этвуда. Если я мог бы вернуться назад в прошлое и сказать молодому себе всего лишь только одну вещь, она была бы такая, учи Unix. И действительно, это прикольно. Следующий совет, обучайте других. Так. Это прям очень крутой совет. Я прям гимном ювеб-дизайна это могу назвать. Обучайте других. Это не значит, что вы должны организовать целый учебный процесс, снять помещение, приглашать на свои курсы людей, чтобы они слушали ваш бред. Нет. Просто достаточно делать да хоть подка... Ну, собственно, вот здесь и пишут. Обучать других, значит, написать книгу, публиковать подкасты о вашей любимой технологии, вести блог, писать об этом в СМИ. Вот, пусть ты в СМИ начать сейчас писать про JavaScript. Да. Кто бы... Хотя, хабра-хабра, наверное, уже тоже в СМИ считается. Не знаю. А, у нас же по закону СМИ это все, что... Больше, это и тысячи человек. Пяти тысяч, по-моему. Ну, может быть, трех, неважно. Наставничество сделает вас скромнее, потому что продемонстрирует, как же мало вы на самом деле знаете и насколько ограничены ваши знания. Я сразу вспоминаю тот эпизод, когда ты мне говорил, вот, Саня, мы ехали в маршрутке и ребеночек спрашивал папу, папа, кто придумал бутылку? Да-да-да. И вот, представь, ты тебя твой, я не знаю, подопечный, протеже, спрашивает, типа, слушай, Санек, а почему вообще возникла конструкция if-else ветвление, вот в алгоритмике. И ты такой, блин, слушай, пошел ты знаешь, куда? А домой-то потом вернулся, блин, я внутри, я лох, я не знаю, ветвление откуда пошло. И начнешь что-то понимать и так далее. Следующий совет, рабочие места, это отстой. И здесь очень крутой, опять же, твит, ну, он реально крутые твиты, от Cat's Worth. Причем, Cat's Worth, у нее, имя, фамилия, типа, а никнейм Jax. Практически Jax из Mortal Kombat. Так вот, каждый день, с каждым вашим действием и выбором, вы либо учитель и вдохновение, либо урок и напоминание. Вау. Прям вообще круто, то есть, так вот, а пункт-то о том, что не ждите, пока вас наймут там Яндекс или какая-нибудь супер крупная корпорация, потому что на самом деле сегодня вы там важны, а потом завтра вас выпинают, даже если вы были там тимлидом, потом менеджером и так далее. Ну или просто понизит и у вас будет демотивация и все плохо. Да, да, то есть вы, все равно это все фабрика, любая такая крупная корпорация, вы всего лишь будете винтиком. All in all, you're just another brick in the wall, короче говоря. Вау. Мы уже с гитаями сидим. Да, мы уже и пластилин из этой, из мясорубки, ну как в фильме Pink Floyd. Так вот, и самое главное, не имеет значения, насколько вы для компании были полезны, у вас здесь написано, не имеет значения, кто вы и что можете написать в своем резюме, например, как Зак Холман, который создал GitHub с нуля, вы можете быть уволены за любую мелочь. Поэтому не держитесь за свои места, а просто понимайте, что ваше рабочее место это приходит и уходит, а вот ваш код, ваше желание программировать, я напоминаю, статья-то мотивирующая. Она должна оставаться неизменной, независимо от того, где вы вообще работаете, сколько вы получаете и так далее. Он здесь, кстати, пишет, несмотря на то, что я бы хотел, чтобы любые программисты получали столько же, сколько и он, а он пишет здесь, я не помню, где он это пишет, ну короче, 133 тысячи долларов в год он зарабатывает, то есть, ну как обычный, так скажем. Да это небольшая для Америки. Да, ну это обычный программист, так что да, но и тем не менее, знайте свои сильные стороны, она пишет. То есть, выгодит, наверное, слышали фразу этот инженер-программист стоит десятерых. Миф не так ли? Вот в чем дело, это не миф, а это не миф, но работать совершенно иначе, чем вы себе это представляете. Ну короче говоря, с точки зрения работодателя, программист, который стоит десятерых, он не, не по факту просто крутой, вот на него смотришь, он крутой, а он просто создает в 10 раз больше, чем ему за это платят. То есть, всего лишь бабки, к сожалению, решают для работодателя, и да и не только для работодателя, и в принципе, для проектов каких-то. Спусти лифт вниз, означает следующий пункт, и здесь даже есть супер подсказка всплывающая. Это американизм, ну то есть, это идиома американская, означает оказать помощь нуждающимся. Ну то есть, грубо говоря, расскажите о том, как оно, что это, где это, не издевайтесь над другими, кто хуже вас. Это хабра-хабра, я считаю, надо обратить, к засираниям в комментариях. Не критикуйте, не высмеивайте технические решения своих коллег. Возможно, у них были собственные причины выбрать именно этот вариант. Когда нам постоянно говорят, ой, WordPress, какое говно там, фу. А вы подумайте, может быть, мы WordPress используем, потому что он в нас чип вшит, который не позволяет нам использовать что-то другое. И такие варианты может быть. И LLVM, он здесь пишет, идите и смотрите LLVM. Low Latency, Virtual Machine. Вау. Или Low Level, слушай, не помню. Короче говоря, это такая хреновина, вокруг которого даже многие компиляторы сделаны. То есть он у нас вообще к корням там. Он прям именно к нему. И он говорит о том, что LLVM, он в принципе уже бесконечное количество времени работает. Вокруг него делали компиляторы Objective-C, просто C, C++. А внутри Safari, WebKit-а, был LLVM, основанный компилятор JavaScript-а. Сейчас там, правда, B3JIT, они перешли с него. Но, тем не менее, через LLVM все прошло. На его личный взгляд. Ну, если погуглить и посмотреть здесь статью какую-нибудь на хабре и так далее, там прям вообще досвидос много всего. Если перейти, кстати, на сайт LLVM.org, там есть ссылка в статье, то там, короче, еще один Craigslist. Ну, это понятно. Это понятно. Вот. И верьте своей интуиции, он пишет. Я, говорит, нутром чуял, что .NET должен стать чем-то великим. Ну, что-то хочется сказать, так и не стал, но нет, на самом деле, гигантское количество Enterprise-решений на .NET сделаны. Ну, я, говорит, нутром чуял, что iPhone станет чем-то великим, когда наблюдал релиз в 2007. То есть, он прямо сидит и бородень свою, как старец фура в Форт Боярде, потирает и нас учит, что это круто. Пишет, что API это короли. Великий API порождает великие приложения. Ну, это логично. То есть, чем шире у тебя, чем более у тебя мощный API. Да, да, то есть, они пишут о том, что, если вы пишете приложение, а потом пишете к нему API, лучше сделайте наоборот. Потому что лучше, а с вами будет неудобно работать другим, так скажем, приложением, поставщикам, и тогда хоть что у вас крутое, если бы не было крутого API, Ну, слушай, это, знаешь, это практически как mobile-oriented вот верстка. Так же ты начни свой функционал разрабатывать с API. То есть, ты сначала заложишь API и поймешь, что у тебя будет делать продукт уже в итоге. Потому что API ему будет что-то отдавать, как бы, грубо говоря. Ну, согласен, в этом проблема WordPress'а, на самом деле, у них нету нормального REST API, ничего не может отдавать, ну, и поэтому не так круто развивается, хотя круто, но тем не менее. Следующий пункт преодоления трудностей, keep it simple, stupid, kiss, принцип, буквально делай это проще тупиться. Так вот, здесь, ну, короче говоря, делайте простые продукты, MVP, minimum viable product и так далее, и все у вас будет круто. Здесь есть картинка, какой-то британский перекресток, в котором 6 кругов и 38 стрелок. Это вообще круто. Я не представляю, как здесь люди ориентируются, у кого здесь главные, у кого побочные, но прикольно. Да там, мне кажется, все друг друга знают, вон там едет Мэри, вон там едет Джон, и как бы похуй, ну они все просто... Они все едут овсянку жрать, это же Британия, и пропускают друг друга и так далее. Ну, он здесь пишет, что, конечно, типа, вы меня сейчас послушаете, будете делать все, как я, и мы здесь в 2035 году встретимся, и кто-то выступит с докладом на конференции, посвященной разработке ПО, и начнет свою речь примерно так, привет, мне 42, и это моя история. Так же, как он начал. Надеюсь, это будет один из вас, он говорит, пишет. Но говорит, мы, говорит, вообще-то, в принципе, я не знаю, что произойдет спустя 19 лет, но я могу назвать три вещи, которые произойдут наверняка. Кто-то задаст вопрос на стек оверфлова о том, как фильтровать адреса электронной почты с использованием регулярок, кто-то выпустит новый фреймворк для джаваскрипт, и кто-то будет строить что-то клевое на вершине LLVM. Корявый период, он топов LLVM, в смысле, ну, типа, используя LLVM, ну, не форкнув, а именно на основе, то есть на основе было бы корректнее. А может быть, вы будете вспоминать эту публикацию с улыбкой на лице. Большое спасибо за внимание. И просто с пивасиком, сидя как бы, и смотря на свое ранчо. Согласен. Я считаю, что обязательно надо оригинал прочитать, это прям такой, он гений публицистики, очень круто сделал. Статья следующая из рубрики разработки, буквально очень быстро пробежимся, на блоге Крю. У нас, казалось бы, две всего темы в разработке, а какие? Да, а все равно не успеваем. Так вот, Крю, это канадцы, которые сделали Unsplash, и не только Unsplash. Я знаю, ты любишь вдохновляться, собственно, сайтом, и пацанами. Я, в принципе, я их люблю. Прямо это круто. И здесь они пишут, что проблема не в инструменте. Почему Slack не вызывает ваши проблемы со взаимодействием, с общением? И он здесь пишет, на самом деле, мы где-то год назад перешли с хипчата на Slack, и, в принципе, даже и как бы особо не запаривались. Очень похожие вещи решают эти два инструмента, но чуть-чуть по-разному. Ну, говорит, просто у Slack было настолько много всяких интеграций и так далее, их нотификации очень прикольные. Их мобильное приложение им больше понравилось. Все, они перешли. Сейчас, говорит, 11 месяцев прошли, и мы поняли, что практически могли бы и не переходить. В том смысле, что когда они пытались уйти от каких-то проблем, что хипчат им не дает работать, на самом деле, не хипчат им не давало работать, а это просто они хреново работали. И, о, я, говорит, смотрю, за последний год очень много статей появилось, типа, как Slack убил почту, или как Slack убил мою продуктивность. И тут он даже пишет про Самуэля Хулика, который пишет нам про, который нам писал статью на Медиуме, которую мы тоже обсуждали в этом подкасте, простите, за четвертое, которое подряд. Но здесь он рассказывал, типа, Slack, извини, но мы с тобой расстаемся. Здесь же вот эта картиночка со Slack'ово разбитым сердцем, так скажем. Так вот, и автор статьи нам здесь говорит о том, что на самом деле все это только от ваших ожиданий. Зависит, вот вы думаете, мы перейдем сейчас на Slack и перестанем залипать в чатике. Хрен-то там, будете так же залипать, потому что не в Slack'е проблема, а в том, как вы себя организуете, свое рабочее время и говорите сами все так, я не буду сейчас сидеть в чатике, я отвечу всем просто через час перед обедом, и у меня нормально все по времени будет и так далее. Поэтому, говорит, нужно использовать ну, так скажем, правильные инструменты для правильных дел. Он здесь, во-первых, приводит примеры того, что не должно же быть FOMO rule, точнее, FOMO рулить вашей жизнью. FOMO это fear of missing out. Короче говоря, когда ты хочешь... Что ты простаешься. Да, да, хочешь быть в теме, и ты должен обязательно мониторить, что все в чатике, пишешь, что вдруг потом в курилке это обсудят, а я не в теме, фу, я лох буду. И вот он пишет, что не надо вот на это вестись, вы как бы для себя установите какие-то Slack office hours, как он пишет здесь в кавычках, в том смысле, что я вот в Slack'е сижу перед работой, перед обедом, и после работы последние 30 минут я там. Все, типа, больше я там не смотрю, ничего, ну, кроме там, личных сообщений, потому что мне там пишут, там, Санька, поправь там, в билде 15-м, у нас баг на 87-й, в строке говно, у нас сейчас там все плохо. И он пишет, что я, говорит, видел нескольких чуваков, один из них просто do not disturb Slack'и вообще не выключал. То есть, говорит, ничего, нормально, его все воспринимали как бы как чувака, который не выключает, ну, ну, вот как ты, у тебя на телефоне же всегда не беспокоится, Тейт, я отлично знаю, когда я тебе звоню, не многие разы, а не пишу, я знаю, что мне надо 5 раз позвонить, чтобы пробиться сквозь всю хрень, и так далее. Также, говорит, я, говорит, недавно был в Монреале, это тоже канадский город, и был у них в гостях у главного чувака с Крю, Майкла Чо, и, говорит, я посмотрел в его Slack'и, и у него, говорит, вот столько уведомлений, и хрен-то лысого он их читает. Просто, говорит, а несмотря на то, что у него, так скажем, он управляет, у него product design работа. Я, кстати, еще вот к тому, что FOMO, и чтобы тобой не управляла вот эта вся хрень, наверняка у многих это проблема, просто, короче, когда ты сидишь на работе и долго не отвечаешь, что ты делаешь, да, допустим, потом интереснее все прочитать и ответить, и что-то прикольное даже ответить быстрее, и даже больше поржут над твоей шуткой, потому что, блин, ты как бы ты это все проработаешь, все уже сказали первичные как бы прикольчики, а потом ты уже ворвался, ты ворвался, и ты как бы до этого работал за то, у тебя была и продуктивность, и ты потом ворвался и сказал, это прикольно. Ну, во-первых, это, а во-вторых, даже если ты меньше пишешь то и там будет меньше писать до средств и меньше просто не будет чем меньше ты участвуешь тем меньше ты пропустишь то есть здесь парадокс такой небольшой так вот и он все пишут что это ваш выбор как любая технология влияет на вашу жизнь они выбор самой этой технологии поэтому дага слаг очень сильно помог с работой в команде и так далее но то что вы сами рушите свою работу в команде зависит только от вас поэтому слушай знаешь что еще я здесь вижу вот я не знаю это по поводу уже интерфейса слага вот там где он кидает скрин что смотри нихрена там в каждом чатике в каждой в каждом чин или так скажем есть горячая я просто делаю у тех каналов которые конкретно меня не волнуют ну именно в скайпе я делаю чтобы их замутить нахрен из там две тысячи сообщений уже меня это не касается типа а те которые меня касаются я прям чтобы они не пушили делаю подселить лайки как это можно можно я у нас есть в рабочем в рабочей команде слаг есть канал который полностью лог из трелла и там все валится кто переместил карточку кто кого отметил кто добавил дату я полностью замутил тот лог я знаю что я в конце дня зайду туда посмотрю что происходило в начале дня там зависимости от того когда происходили действия но мне не будет вот этих вот 500 тысяч уведомлений всякое такое причем самое главное если я их замьютил на десктопе мне и на телефоне замьютиться то есть слайковские настройки внутри команды они синхронизируются это очень прикольно это к вопросу к ответу на твой вопрос и мне понравилось заключение каждое от каждое отношение проходит через взлеты и падения но также как и всех в отношениях все сводится к тому как вы взаимодействуете то есть грубо говоря это не вопрос с лака а вопрос того как ты им пользуешься но собственно я наш это не оружие убивает людей а надо добивают оружие ладно переходим дальше нам надо как-то я не знаю не представляю как нам чё это сделать нас просто такие сегодня крутые темы что мы прям не влезаем вообще ни в какие не штаны подкастовые не влезаем у нас просто задница сегодня но возможно придется упразднить научпоп весь возможно потому что научпоп он как бы не устоит никогда там блин крутые темы которые можно хоть когда сказать через 40 лет когда встретимся с тем программистом короче ну вы поняли просто видишь здесь были праздники полторы недели это полтора недельный подкаст как полтергейст и на самом деле следующий подкаст я тоже думаю 9 мы не сможем записать его на 10 его перенес да опять же задница не в месяц да да поэтому нет ну почему не весь сейчас же среда а тогда будет вторник это будет шестидневные то есть она вроде не вместится ну короче говоря не не волнуйтесь все темы обсудим все до вас дойдет да собственно и до нас мы удовольствие получаем от обсуждения больше чем в это прослушивание вот тогда соцки короче раздел соцки dropbox представляет проект infinite на официальном блоге дропбокса чуваки написали про то что они революционную хрень вводят вот прям вообще и собственно пользователи дропбокса это оценят на самом деле все кто использует дропбокс не просто так знаешь типа да у меня и у меня там есть одно облако короче я в него там один текст и файл пароли лежит просто и а те кто реально пользуются им они оценят ту фишку что десктопное приложение которое есть там на windows есть на mac вы обязаны его использовать вместе с так называемым хранилищем которое у вас есть на винчестере на жестком диске то есть вы закидываете туда фоточки в приложение закидывайте и она как бы использует ваше место на винчестере и и не проблема грубо говоря но есть проблема с тем что все-таки чуваки которые экономят свое место у которых мало маленький винчестер или там у них есть там бигдейта вообще пол не для тех кого не винчестер ssd ssd х да допустим какого хрена они будут хранить там 10 гигабайт какого-то фотографии например скриншот они же не всегда нужны они всегда нужны поэтому собственно дропбокс я так понимаю они хранят у себя собственно все версии ваших файлов тем более что они так и хрен более что это хранят и вы можете полностью вообще никак не не засорять свой винт то есть абсолютно также сохраняется вся система как и было то есть дерево заходите бабочка все очень быстро открывается я не использовал про одну скорее всего так она еще и не выпущен ну то есть когда будет да также видите фоточки которые допустим есть смор сможете посмотреть их но уже вам уже будет их скачать чтобы допустим но к себе принести там что-то с ними сделать поэтому очень крутая тема сейчас это я так понимаю в принципе реализован на телефоне то есть я на телефоне могу дерево своих файлов посмотреть но не скачивая их да когда поэтому вот такая тема самое плохое что возможно это будет только для команд то есть чуть ли не только для платный дропбокс к и это на самом деле отвратительно ну кстати да но посмотрим 2985 лайков на фейсбуке у этой новости возможно что так то есть как-то люди отреагировали на это ладно давай дальше следующая тема эксперимент вконтакте теперь эксперимент вконтакте теперь сам находит и удаляет пиратские книги с роемру статья как-то такая это громкий заголовок на самом деле как-то хреново он находит но тем не менее а вот в связи с теми всех чем раньше рассказывали со всеми темами вконтакте начали немного заботиться о документах которые кому-то принадлежат которые там будут качать права отстаивать свои то есть правообладателям собственно и решили именно с книгами ввести такую хрень отсеивать их по вот этой подписи так называемые электронные подписи это чтобы отсеивать то есть вы можете залить любой файл опять же с подписью и если вы с подписью допустим заливаете опять же этот файл то есть он видно что он чей-то ну или например это захар прелепина бить их например вот эта книга вы залили ее но скачать в ее уже не может то есть пиратский контент будет там лежать на вконтакте но скачать конкретно уже себе нельзя тут обычно через неделю удаляет бот автоматически причем они лишь специально создавали сообщество которое нигде не светилась никак вообще никого ни с кем не репостилась но все равно вконтакте к нему зашел и выпиливать захара прилепина обидеть это не реклама рекламу ну вот так что вконтакте все-таки что-то боится хотя хрена узнает конечно может они опять тестируют какие-нибудь ночных ботов как nightly updates и в 33 лайка на фейсбуке вот так на контрасте с дропбоксом уровень ру следующая новость про новый дизайн youtube очень короткая новость на самом деле youtube что-то там пробуют и немножко и дизайнят свою всю хрень которая у них в стиле гугла она немножко стиле гугла именно двигаться к материал дизайн раз google все-таки говорят что надо использовать их стандарты их гайды поэтому в ю тубе можно с помощью собственно f12 то есть панели разработчик написано на шизу что решили принести этот резайм можно использовать однако для этого необходимо ряд действий а также использовать браузер google chrome я на сафари техника превью делаю то же самое все нормально ну понятно у меня не в двенадцать конечно уман shift ай да они чтобы подстраховаться просто написали гайд если хотите зайдите попробуйте посмотрите как сделать это в google chrome ну и опять же вот сами я попробовал я просто надо обязательно разлогиниться и подсунуть куку вот подсовывайте куку он думает что вы типа свеженький пацан да да и хрень на самом деле мне не очень нравится но она и не сильно изменилась ну иконки теперь материальные да на сингле так скажем какой-нибудь ну какого-нибудь видоса все примерно так же то есть но немножко переделают очень материал дизайн у нас так как-то лишь что-то пробуют что-то вот что-то пробуют следующая новость про google давал за telegram вот такая можно было хоть громкую и делать но тем не менее он давал больше одного миллиарда на самом деле баксов так как поисковику мало пяти миллиардов пользователей собственного hangouts оказывается секрет фирмы мне нравится представляешь мы с тобой на дорогая копыта секрет фирмы так вот секрет фирмы пацаны рассказали тему про то что павел дуров недавно ну как недавно год назад да встречался с гендиректором гугла и они там что-то терли и собственно google предлагал купить telegram за один миллиард дуров мы сами понимаем что естественно такой не соглашается он мне кажется даже хоть сколько он предложил не согласится он такой пацан а вот допустим свою очередь кто там кто там вот сап вот сап тоже с гуглом разговаривали тоже что-то им предлагаю гугл им тоже что-то предлагал там баба блинского нет тоже выше упомянутый миллиард тоже миллиард видимо видимо у них там вот это котлета лежит бабла они блин плату пристроить давай вот и причем за откат мы вам миллиарду и нам короче там обратно потом еще кого и кстати очень правильно сделали ватсап что не согласились на гугловский миллиард потому что потом продали за 20 лямов фейсбуку не лямов а лярдов естественно вот поэтому собственно у дурова не случилось связи половую с гуглом возможно двадцатку свою ждет возможно но хотя на самом деле тогда дуров говорил что ватсап без надежно стояла технологическая платформа продукт без перспективы но он имеет ввиду что вот они на telegram легко накладывают ботов хренотов и так далее а вот сам видимо настолько костистый что туда уже даже ботов и не встроить никак ну тем не менее короче говоря спецслужбы начали перехватывать sms коды авторизации telegram продолжаем немножко так прям вы вылилось это все в следующую новость оказывается какого-то хрена спецслужбы а тут далее злоумышленник читать в общем некий чувак я сейчас прям можно про и предысторию олег козловский он спалил что когда он посылает ну типа авторизоваться в телеграме а там нужно авторизоваться помощью sms к тебе приходит на телефон sms к ты подтверждаешь его в приложении он спалил что короче практически короче sms к улетает на другой сервис то есть она как-то там стучится через другой айпишник бла-бла-бла короче он как-то это увидел что sms к улетает злоумышленнику так скажем как оказалось это чуваки были мтсовцы да потому что ночной отдел тех безопасности мтс отключает сервис доставки sms сообщений какого-то хрена вода а потом с утра типа ему должна пойти снова это sms к типу ну в общем как-то они так сделали что они могут отслеживать все что вы делаете в телеграм с помощью того чтобы они просто авторизуются из-под вас и собственно можно все видеть ну короче вот такой шок сенсация то есть мтс в сговоре со злоумышленником здесь да сам собственно теле сам собственно павел дуров предупредил пользователей то что вот как бы такая хрень самом деле телеграмму порекомендовали не принимать код авторизации если не пришло подтверждение его доставки я так понимаю думают над двойной авторизации ну нет и то есть двойная когда на телефон приходит это же двойная просто ну да 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 уже аутентификатор как в blizzard делать ну да что-нибудь такое хотя опять же почему бы его не перехватить согласен на самом деле есть же приложение просто mobile аутентификатор и меня туда amazon и что-то еще подключено поэтому в принципе можно к нему я имею ввиду что уже есть именно универсальный универсальный да аутентификатор не были не близовский ну да что если телеграмм близовский старается это круто будет ну ладно переходим дальше wordpress я думаю а мне просто было еще там про дурова открыто но там почти то же самое поэтому хрен бы с ним wordpress 46 активно обсуждается в данный момент что в нем будет и сара гудинг пишет что она слышала где-то знает возможно слухи да что все бы хорошо до репозицию как это сказать каталог тем устарел и 3 800 3 800 тем в нем уже есть а фильтр по фичам все еще старый например можно по цветам выровнять ты мне что хорошо хорошо да не очень-то да хорошо хорошо да не очень-то потому что казалось бы какой смысл выравнивать темы по цветам если большинство тем уже можно в кастомайзере менять основной цвет ну то есть там выбирать из нескольких гамм ну то есть поэтому привязка к цвету больше не так критично как раньше кроме этого layout который можно было выбрать фиксит fluid responsive почти все сейчас адаптивное добавляют grid layout то есть просто возможность вот этих мэйсонри grid когда ну карточками типа все сделано вот так уберут из списка фич балаватар что вы это не было я даже не застал чеет такое добавит футер виджеты ну это правда сейчас популярная тема то есть в основной контент и перед футером там три колоночки 4 футер виджетов также добавят секцию сабжик где здесь сейчас холидой фото блоггинг и сезона добавить блоге коммерс и дюкейш интертеймент фудринг холиды news фотографии портфолио то же самое сделают и непосредственно wordpress.org слышь ты не то есть не только в самом wordpress но и в директории тем но они в принципе известны тем что не меняют на wordpress.org всякие там и каталоги тем и плагинов поэтому я верю в то что такое будет еще одна тема про wordpress у нас сегодня не очень такой объемный блок новостей bios в выпустил новый альбом лимонад и именно с использование эмадзи лимонов и пчелок почему-то очень сильно было зафиксировано как раз вот в те числа ладно лимон лимонад а почему пчелка могут не очень поняли но мы думали что бейонсе как биби да возможно так я не знаю может быть знаешь что все поп-звезды называют своих фанатов каким-то словом там у майли сайрус это смайлики я просто боюсь что у бейонсе там сразу рой какой-нибудь должен быть зерги вода и вот у нее пчелки возможно ее фанаты и фанатки поэтому поэтому и пчелы ну посмотрим и как бы когда очередная пчелка покупает альбом она слетается как бы на лимонад хорошо хоть на лимонад да ну собственно это же пчелки они нектар там разносит это же не мухи которые другое разносит ну неважно в общем суть в том что и маде дохрена используют здесь в этом посыл и новый плагин ему супер нею супер эмоджи плюс для wordpress плюс причем с плюсом как бы и слова плюс и символ плюс вау чтобы наверняка по исследованию 92 процента людей в онлайне используют эмодзи есть у тебя никита такой грешок есть меня тоже стыжусь на признаю так вот супер эмоджи плюс добавляет вот такой поп-ап вы пишите название прямо эмоджи можно его прям встраивать и так далее удобно прикольно отличная штука можно прям двоеточие лемон писать и всплывет именно ну как в слайке единственное что мне кажется именно вас таких больших постах лонга видах если ты будешь засирать это все эмодзи это будет уже ужас ужас ну не для лонгридов для микро каких-нибудь обзорчиков ну да скоро выйдет wordpress 4.6 лол ха-ха рофл и так далее кучка дерьма ну может быть кучка дерьма это когда там что-нибудь они опять rest api отложит на версию 5.20 5.10 и так далее ну вот такой у нас подкаст получился в этот раз мы научпоп дропаем как как и думали не мы его не другом его переносит ну настоящий анимешник научпоп не переносит до не дропа это не досматривает не бывает дрогнутого научпопа бывает не досмотрено ну давай никита посмотрим на нашу бойку сегодняшнюю пофантазируем чем здесь видим ну слушай тут в этот раз у нас есть как минимум два предмета которые мы видим и это два бокала видимо с шампанским раз здесь пузырьки возможно с игристым вином может быть это не шампанское из другой области какой возможно игристы вино а вдруг это как бизнес если это знание нашего подкаста да там на литвы где они игристы такие и как бы пользователь чокаются и выпивают там лимончики даже сверху черта это альбом beyonce в нашем подкасте код наш подкаст я считаю он как хорошее вино со временем только лучше становится вот уже 81 выпуск и каждый выпуск все круче и круче а ну да лимон это это альбом beyonce остается только один открытый вопрос кто же пьет вот именно эти два бокала мы с тобой или наши слушатели и зрители мне кажется и те и другие мы с тобой просто за то что все хорошо они за то что им все нравится да согласен но с учетом того что мы с тобой на кровати пиццу ели мы в принципе можем где-то здесь около моря сидеть и шампанское побивать после записи нашего подкаста ну в общем да вот такие сегодня у нас были темы подписывайтесь на соц сетях в контакте в твиттере фейсбуке в инстаграме в google плюсе пишите нам отзывы в итюнсе причем пишите что-то он вообще месяца два уже не было отзывов никаких новых ставьте звездочки обязательно пишите комментарии на ютюбе ставьте лайки именно здесь потому что это приподнимает нас на повседневности как я люблю говорить такие были в этот раз темы с вами были никита тарасов и александр генчуру удачного всем дня пока пока